Уфы жалуются на химический запах в воздухе. Баскетбольный ЦСКА победил испанскую Никаху. Далее подробности. Замглава Минтранса Валерий Акулов освобожден от должности в связи с переходом на другое место работы, сообщает пресс-служба Минтранса. Ранее сообщалось, что Акулов уйдет в Объединенную авиастроительную корпорацию. При этом, как пишет газета РУМ, многие участники отрасли связывают отставку Акулова со скандалом вокруг авиакомпании ВИМ-Авиа, которая из-за долгов оказалась в кризисном положении и в сентябре была вынуждена свернуть свою чартерную программу. Самолет военно-транспортной авиации Ан-124 со специалистами аварийно-спасательного отряда ВМФ России прибыл в Аргентину для помощи в поисках пропавшей подлодки. В составе группы командир оператора телеуправляемого необитаемого подводного аппарата «Пантера-Плюс», водолазы-глубоководники и водолазный врач. Подводная лодка перестала уходить на связь 15 ноября. По примерным оценкам, у экипажа есть кислород, еда и вода как минимум на две недели. В поисках субмарина уже участвуют 14 стран. Правительство Аргентина продолжит поиски подлодки «Сан-Хуан» и надеется на успех в ближайшие дни, заявил президент страны Маурисио Макви. Жители Уфы жалуются на химический запах. В воздухе Министерство природопользования и экологии Башкирии выяснило, что в столице республики превышена предельно допустимая концентрация пыли. Ситуацию усугубляет погода, сообщает ТАСС. Смог также, возможно, в других городах Башкирии, это Стерлин-Тамак, Салават и Благовещенск. Египетские силы безопасности в ходе спецоперации уничтожили 30 боевиков, которые были причастны ко вчерашнему массовому теракту. Операция получила название «Месть замучеников» и началась через несколько часов после нападения на мечеть. Сейчас полиция занимается поисками тренировочных лагерей, где готовились атаки на мирных жителей. Взрывы и стрельба в мечети в деревне Аль-Рауда, рядом с городом Эль-Ариш на Сиренайском полуострове, произошли во время пятничной молитвы вчера. По последним данным, погибли 235 человек. В Египте продолжается трехдневный траур. Состояние основателя «Эмазон» Джеффа Безоса вчера в черную пятницу превысило 100 миллиардов долларов. В результате роста акции «Эмазона» на 2% на фоне распродаж состояние Безоса выросло на почти 2,5 миллиарда долларов. Блумберг называет Безоса первым с 1999 года человеком, состояние которого превысило 100 миллиардов. Предыдущим был основатель «Майкрософт» Билл Кейтс. Баскетбольный клуб ЦСКА победил испанскую «Никаку» со счетом 89-80 матча девятого тура Евро. Лиги встреча состоялась в испанской «Малаге». ЦСКА продолжает возглавлять турнирную таблицу. «Никаку» идет на 14-м месте. Курс валют далее. По данным Центробанка, официальный курс доллара. В эти выходные понедельник 58,53 рубля. Курс евро 69,33 рубля. На этом пока у меня все с новостями. В студии был Александр Лапшин. Все, что важно. Каждые полчаса спортивные события в режиме онлайн на «Спорт.ФМ». Далее о погоде. В Москве сейчас в городе минус 5 градусов. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Синоптики обещают сегодня в течение дня малооблачную погоду. Без осадков. Температура минус 5. Небольшой снег возможен ближайшей ночью. И завтра днем вновь в столичном регионе обещают малооблачную погоду. Без осадков и минус 4, минус 5 градусов. Они пережили Берни Эгглстоуна. И видели, как умирала Маруся. Максим Трусов и Антон Ширяев. В программе «Автомобилизация». Здравствуйте, 25 ноября. Сегодня суббота в Москве. 11 часов и почти 5 минут. В прямом эфире на радио «Спорт.ФМ» программа «Автомобилизация». Здесь у микрофонов Максим Трусов, Антон Ширяев. Здравствуйте, Антон Ширяев. Доброе утро. Скажите прямо сразу честно, вы били женщин? Нет. Никогда? Нет. Что, желания не было? В школе, наверное, когда маленькие были. Но желания-то было когда-нибудь? Нет. Дать как в подых там, нет? Это же приятно. Ну нет, конечно, это неприятно. Ну, честно признаюсь, я тоже этим не занимаюсь, не занимался, а в школе было. Ну просто в школе у нас вот, я как сейчас помню, я бросил в одну совершенно отмороженную девицу этот, господи, как он называется-то? Нет. Горшочек с цветок. Ничего себе, у вас там были суровые нравы. Да, что-то. Нет, это было невидным. Я в чертановскую школу заканчивал. Точно, точно. Интеллигентный район. Ну да, ну мы-то были спортсмены. О какой интеллигенции речь? Ну вот, это первое. А второе, ну она просто уже такими словами меня обзывала, что невозможно было сдержаться. Это было отвратительно, конечно. И я ни капли об этом не жалею. Но я не попал. А так, да, конечно, нет. Прям я даже... Это ужасно, когда ты стоишь перед выбором, ударить или не ударить женщину. Это отвратительно. Ну потому что, понятное дело, ты же, если хочешь ударить, то, ну, по каким-то совершенно невероятным причинам. Потому что она ведет себя, наверное, так, что, ну, просто ты не можешь вот как-то поступить иначе. А как? А самое главное, что все равно, конечно, не прав. Что такое ты там прочитал? Скажи мне, что такие мысли появились. Нет, нет, просто сегодня... Международный день избияния женщин? Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин просто. Да. Ребят, ну если вы нам напишите, по какой причине вы били женщину, интересно. Харви Вайнштейна посадили, и теперь все женщины мира могут быть беспокоены, мне кажется. Ну да, теперь он же никого не пощупает, не ущипнет за попу. И пригласил попить шампанского там с клубничкой и так далее. Да, да, да. В отеле в Пятизвездочном. Ага, да. Господа, ну если вы били женщин когда-нибудь, ну, аргументируйте. Ну, такое же бывало, понятное дело. Всякая жизнь случается, но лучше... Бьет, значит, любит. Да, и это тоже. В России почему-то это особенно актуально. У нас как-то это принято прям дать там. На всякий случай. Казачки-то. Да, да. До сих пор, наверное. Кстати, а что самое удивительное, оказывается, белая ленточка — это символ против всех форм насилия над женщинами. То есть вот эта белая ленточка, которая у нас, она считается символом оппозиции, значит, и пятой колонны, как у нас принято говорить, а в мире другие совсем. Настроенными, да, товарищами. А на самом деле у нее символ совсем другой. Так что не всегда. Так что, может, власти-то и перепутали, когда били и сажали тех, кто вышел с белой ленточкой. Люди выступали за женщин, на самом деле. Да, да, да. А решили, что за Навального и против Путина. В течение ближайших двух часов у нас много всего интересного для вас припасено. Конечно же, Формула-1. Тем более, что в ближайшие выходные, то есть уже завтра, последний Гран-при сезонно, и гонщики вместе с болидами отправятся в длительный отпуск, аж до следующего года, до весны. Но все равно мы будем следить, посмотрим, что там нового произошло. Что интересного, а интересное все равно есть, как обычно. Сейчас зададим вам вопрос... Нет, не сейчас. В следующей части программы зададим вам вопрос автомобильный. А вот, начиная после 12, будем говорить про бездорожье и про автомобили. Интересные, которые нас восхитили. Ну, в частности, я вам расскажу про путешествия на Renault Duster по Сахаре. Что совершенно невероятно. Антон тоже, в общем, месил грязь. Во, если я песок, то Антон грязь. Да, потому что я проехал от Оренбурга до Башкирии, по степям и предгорем Уральских гор, вернулся назад, и тоже, в общем, много чего интересного происходило в этом пути. На Toyota Fortuner, на новом автомобиле Toyota, но, наверное, бестселлер, я думаю, в будущем. Да, ну, а Duster уже бестселлер. Больше того, уже скоро поколение даже поменяет, но, видимо, в следующем году. А уже показан, да, в виде дачи пока что. Но это та же самая машина, поэтому ждем его. Но бестселлером уже он стал, безусловно. Напоминаю вам наши контакты для вопросов, для споров, для ваших комментариев. 5533 в начале слоуспорт. Это смс-портал. Вайбер и ватсап с номером плюс 7 925, 4 двойки 93 2. Пишите, будем рады вас видеть, слышать. Доброе утро, Максим Антон. Хорошего вам эфира. На матч с Кахабаровскому мотиву продано 716 билетов. Температура футбольного поля плюс 25 градусов. 25. Плюс 25 градусов. Как так может быть? Ну, наверное, это минус не поставил, наверное, да, просто. Я сейчас смотрю. Ну да, давайте, раз уж начали, да, про футбол... Точнее, не начали, а раз сказали про футбол, напомню, что сегодня 18-й тур продолжается. Тос на Арсенал в 16.30. В 7 вечера Ахмат Уфа. Ну, не самые интересные игры, конечно же. А вот завтра... Ну, тоже, кстати говоря, не все еще, да. Урал-Краснодар, Ростов-Анжи, Рубин-ЦСК. Но суперматч «Зенит-Спартак» перенесен на понедельник. Ну, он не перенесен, а будет, стоит в понедельник. А что касается вчерашних событий, то «Амкар» обыграл «Динамо» со счетом 2-1. Ну, еще вернемся к событиям сегодняшнего дня, к интересным спортивным событиям, в первую очередь, в качестве анонса. Ну, и, как всегда, все это будет на «Спорт.ФМ». Не только в виде анонса, о котором я уже сказал, но и в виде трансляции и комментариев ко всему происходящему. «Формула-1» уже чемпион известен, все понятно. Уже давно причем. Давно, да, не к этому Гран-при, еще раньше. И обладатель Кубка конструкторов тоже известен. Напомню, что Гран-при Абу-Даби последний на трассе «Ясмарина» пройдет завтра. Сегодня квалификация в 16.00, по-моему, сейчас я уточняю. Так, где у нас? Да, в 16.00 Гран-при Абу-Даби. Квалификация не пропустите. На «Спорт.ФМ», естественно, тоже будет информация. Что же касается распределения мест, то, на самом деле, если сегодня сложится что-то не так, например, у «Феррари», в частности, у «Сембастиана Феттеля», ну, не так это как, это если он не наберет очков, то Вальтере Боттус может его сместить со второго места, потому что у Боттуса 280 очков, а у «Феттеля» 302. Соответственно, 25 очков, ну, опять-таки, да, если он звонит первое место, что во что с трудом верится. Ну, он сказал, мне нужна победа, я собираюсь победить, машина быстро, соответственно, и так далее. Я хотел, знаешь, о чем сказать, пока не забыл, про «Формула-2». Это, соответственно, то, что раньше называлось GP2, серия, которой чемпионом становился Илью из Хэмилтона, Ник Росберг, в общем, все большие гонщики последних лет. Так вот, соответственно, также последний этап в Абу-Даби. И вчера полпозицию завоевал впервые в своей карьере российский гонщик Артем Маркелов. Причем, надо сказать, что как-то мы часто говорим про Тироткина, как про следующего будущего гонщика про Квята, что, может быть, он останется. Но вот у нас есть гонщик в GP2, Артем Маркелов, он сейчас третий в чемпионате. Чемпионом уже не стать. Шарли Клерк уже заранее выиграл титул с огромным отрывом. Но вот до второго места Артема 12 очков. Оливер Ролланд, британский гонщик, в принципе, он может с ним побороться за вице-чемпионский титул. Напомним, у нас Виталий Петров был вице-чемпионом. То есть это будет повторение лучшего результата в истории России. Но, тем не менее, большое классное достижение. А вот в зачете команд, также команда русское время, Russian Time, выигрывала в командном зачете GP2. Но вот сейчас на третьем месте всего шесть очков проигрывают лидеру. Так что вполне возможно, что если Квят уже нас точно не порадует, потому что он закончил, возможно, свою карьеру, то вот ребята Формуле-2 могут приятные эмоции нам подарить сегодня-завтра. Наши поздравления, да, и успехов в гонке. Ну, а что касается Формулы-1, самый взрослый, самый авторитетный, то сейчас обратим ваше внимание на такие, на прикольчики. Значит, ну, несмотря на то, что Льюис Хэмилтон уже стал чемпионом, все равно кое-какие интересные моменты по поводу гонки, по поводу предстоящего гран-при, конечно же, ему задают. Но, в частности, появилось тут в Инстаграмах многих формулических фотографий, как он залез в холодильник. Причем в комбинезоне и в шлеме видел, да? Да. Ну, оказывается, это было сделано специально, то есть он хотел охладиться, потому что там же очень жарко в Абу-Даби. Ну, в частности, он говорит, я впервые попробовал залезть в холодильник, но было очень жарко, и в перерыве между заездами мне никак не удавалось хотя бы немного остыть. Увидев холодильник, я решил открыть дверцу и попробовал туда залезть. И ведь получилось! Возможно, в будущем попрошу поставить для меня отдельный холодильник. А еще для него приготовили специальный шлем. Компания Белл, которая шлемы изготавливает с золотом. То есть вот это вот желтое, это золото настоящее. Ну, там какая-то позолотая. Ну, понятно, да, тонким слоем, как обычно, там, тоненьше человеческого волоса. Да, вот он пишет. То есть ты понимаешь, что теперь Льюис Хэмилтон, это как маковка просто православной цепи. Долю-да-я-го-лю-да. Да, да, золотая маковка. Как говорили про Есенина. Значит, Есенин, да, и Хэмилтон очень похожи. Внешне. Ну, он что, тоже кудрявый. Не говори. Ну, вот, как говорит Хэмилтон, это была, значит, инициатива компании Белл. Было интересно посмотреть, что получится, когда они предложили использовать золото. Они, значит, оно не распылено по поверхности шлема. Сначала им покрываются отдельные области, а затем производится чистая обработка и лакировка. Когда я впервые увидел шлем, то был настроен несколько скептически. Но в машине все смотрится просто прекрасно, отлично подходит для того, чтобы отпраздновать четвертый титул. Ну, и собирается ли он надеть его в воскресенье? Он сказал, да. А какой мы его делаем? Что, видимо, на квалификацию он его не наденет. Только вот именно на саму гонку мы увидим золотую голову Льюиса Хэмилтона. Почему не надеть его и сегодня? Ну, наверное, боится, что золото украдут или что-нибудь такое. Помните, была история еще в нулевые годы, когда Red Bull не был такой еще доминирующей силы, а был скорее такой командой шоуменов, они поставили... А, нет, это был Jaguar еще, даже не Red Bull. Jaguar они на какую-то гонку поставили на нос машины несколько бриллиантов настоящих. Рекламили какой-то, кажется, фильм. То ли Ocean очередного, то ли еще что-то. И гонщик упал в аварию, нос машины был разбит, и пока ее эвакуировали, довезли до бокса, бриллианты украли. Они были небольшие, конечно. Кто же этот колупол-то? Ну, кто-то там от Колупол-Монако причем, понимаешь? То есть там, по идее, у людей это должны быть даже, которые приехали на гонку, все в порядке с деньгами, потому что это очень дорого. Ну, вот так вот. Да, это уже интересная история, правда. Значит, будут кое-какие нововведения же? Ну, не кое-какие, а достаточно много в следующем сезоне. Ну, вот в частности. Кстати, ты обратил внимание, вот это связано с приходом именно американцев, или, может быть, ну, уже как-то само собой родилось, что во время трансляции камеры часто выдают такую невероятную картинку. Да. Настолько такие ракурсы нужные подбирают, когда есть какие-то спорные ситуации или эффектные моменты, что понимаешь, что раньше такого не было. То есть это прям как будто бы, знаешь, ты вот куда захотел заглянуть, туда-то и заглянул. Хотя дело-то, понятное дело, режиссер. Ты знаешь, в силу того, что я терпеть не могу британцев и очень люблю американцев, мне хочется верить, что это англичасы гадких выгнали, и сразу стало хорошо все. Ну, не знаю, может быть, просто новые технологии появились или какие-то новые камеры лучшие. В общем, друзья, я уверен, что вы тоже все заметили, что показ стал гораздо лучше, качественнее, разнообразнее. Ну, во-первых, вот эта камера GoPro на бутылке, ее точно раньше не было. Ну, здесь, как говорится, ума особого не надо, камера уже давно изобретена, ее надо было только прилепить. А вот, например, в следующем году появится 360-градусная камера на машине. Она будет в обязательном порядке устанавливаться на шасси прямо перед системой ГАЛа. То есть, и есть фотографии, как это будет выглядеть. Там, знаешь, прямо такой в машине, такой глаз. Ну, такой, кругляшок какой-то такой, на ножке. Впервые попытки, значит, предпринимались еще в 2016 году, но в качестве эксперимента. А вот теперь уже хотят в следующем году, чтобы у всех были. Рассчитывают, что новые камеры позволят значительно расширить возможности по продвижению Формулы-1, ну, по представлению видеокартинки телекомпаниям. И, значит, появление системы заставило пересмотреть точки размещения видеокамер, так как обычные ракурсы оказались перекрыты элементами системы. Поэтому ГАЛа, хочешь не хочешь, а вносит определенную революцию уже и в изображение. Слушай, я только сейчас понял, что это же последняя гонка, когда будет Формулы-1 с открытым кокпитом, что в следующем году это будет как вот в баге, это ГАЛа ужасная просто. Так что, хотя бы только ради этого стоит посмотреть завтрашнюю гонку в сегодняшнюю квалификацию, чтобы просто посмотреть, попрощаться с той Формулы-1, с которой вы уже знали. И уже даже сейчас она, помимо чисто визуальных эффектов, она вызывает сомнения и технические. Потому что, значит, было принято решение о поднятии минимального веса у болида в следующем году после прежнего увеличения, сделанного перед сезоном этого года. Машина станет тяжелее еще на 6 килограмм, и это связано с обязательно, значит, с системой, введением системы защиты ГАЛа. Тем не менее, во время работы над системой в ряде команд пришли к выводу, что сама система и ее крепеж на Бали значительно тяжелее, чем предполагалось. Таким образом, ряд команд не способствуют использовать балласт, а некоторые пилоты неминуемые выйдут за пределы дозвольного лимита. Какие? Самые высокие и самые тяжелые. И уже, значит, появился комментарий Ника Хюлькинберга «Самый тяжелый человек пилотона». Тяжеловес. Команды должны прийти к соглашению об изменении веса, но некоторые не хотят этого. Это должно быть политическое решение. Это сложная ситуация. Для меня, как для высокого и тяжелого пилота, это определенно будет равно штрафу. Команда уже проинформировала меня о риске, проблем с весом и спросила, смогу ли я сесть на диету. Но я ответил нет. Я не думаю, что ГАЛа долго протянет Формуле-1, думаю, люди поймут, что в этом нет необходимости. Знаешь, какой вывод приятно можем сделать? Что у Даниила Квец появляется шанс? Он-то дохлый и худой, и мало весит. Мне казалось, что он высокий. Он высокий, но худой-худой-худой-худой. Ну, он худой, нет хорошей жизни, как мне кажется, что его тоже заставляли. Сейчас как только ему можно, он, я думаю, отожрется, знаете, как следует. Это Келли Пике его откормит. Да, мне очень нравится, что еще понравилось как это, тайный план Макларена. Значит, в этом году... Да, про плавники. В этом году много машин используются антенны, знаете, как на даче антенны для телевизора, Т-образные крылья, плавники и так называемый monkey seat, то есть сиденье для обезьян. Я даже не знал, что это так называется. В итоге было принято решение сразу это дело все отменить, но команды попросили сохранить плавники, те самые, потому что главным аргументом был тот факт, что это рекламная площадь. Раз и два там можно написать фамилию гонщика. Издалека зрителям и на экране будет отлично видно, что там это Алонс, а это Ван Дорн и так далее. Фио сказал, никаких проблем, но мы должны внести изменение в регламент разрешающие плавники, а это делается единогласно. Ну и вроде бы было соглашение, что да, мы их сохраняем. Команды начали разрабатывать машину в следующем году уже с плавниками и в последний момент, когда уже формально нужно было утверждать новый регламент, McLaren бац и наложил на плавники Вета. И теперь представители других команд считают, что в этом и был тайный замысел, что в McLaren с самого начала начали разрабатывать машину без плавника. Все при этом думали, что плавники разрешены и потратили деньги и время на разработку таких машин, и, соответственно, таких задних крыльев, куда будет поток приходить с плавника, McLaren бац и Вета. И таким образом получат преимущество, возможно, в следующем году. А учитывая, что у McLaren будет больше не ужасная Honda, а вполне себе приличная Renault, которая позволяет Red Bull даже гонки выигрывать, в общем, есть шанс, что Alonso чего-нибудь у него получит в следующем году. Да, да, интересно. Вот Антон из Хабаровска уточняет, подогрев поля работает, поэтому температура плюс, а температура воздуха от минус 8 до минус 11. Интересно. Да. Слушайте, ну, что-то плюс 25 очень много, Антон. Что там у вас такое за батареи такие в поле? Ну, ладно. Вот раз так, надо чего спорить. Так. Ты играл когда-то на полях с подогревом? Да, конечно. И какие-то отличия есть, когда ты играешь на... Ну, очень мягко, просто комфортно. Минус, да, там мороз, а поле мягкое и теплое. А что, Duster продали больше всех в его классе, если он бестселлер? Да. Это самый продаваемый кроссовер. Долгое время никого не было вообще просто в этом сегменте, да? Собственно, ответом на Duster стали и Creta, и как бы вот там какие-то другие подобные автомобили. Ну, Creta все-таки. Ну, да, да. Но вот Creta сейчас Duster, да, опередила. Но все равно он, учитывая, сколько лет он продавался в России, это, безусловно, был самый популярный кроссовер каждый год до появления Creta. Вот Creta вышла, она в этом году первый раз станет номером один в этом сегменте. А так, да, вот как Duster есть, он номер один. Илья нам пишет, Максим Антонов, привет. Мой кум интересуется, какой телефон удобнее использовать у автомобиля в качестве навигатора, радара и помощника в дороге в целом. Промонако это 2004 год и Кристиан Клин. Украл? Слушайте, ну, а какой? Тот, который у вас есть? Ну, ничего, специально покупать что-то телефон? Я вот, у меня айфоны все время был 5S, сейчас 7+, мне все устраивает. Ну, правда, я использую как навигатор. Ну, там есть приложение Стрелка просто, она скачивается. Ну, по примеру, на Apple она точно есть, на Android, насколько я знаю, тоже спешпапа мой ее используют. Поэтому, какие проблемы? Ну, в зависимости от того, насколько вам нужен большой экран, мне он не очень нужен, я и так, в принципе, вижу. Поэтому здесь никаких проблем в этом нет, любой. Напоминаю наши контакты, вот сейчас сообщение читаем из Viber, плюс 7 925, 4 2, и 93 2, WhatsApp, тот же самый телефон, и 5533, в начале слова спорт, это SMS-портал. Николай нам пишет, а гонщиков проверять на допинг? Может, мы рано про чемпионство Хамилтона говорим? Слушайте, ну, МОК же не имеет к этому отношения, по идее, значит, не должны забрать. Потрясающий вопрос и рассказ от Игоря из Карелии. Доброе утро, Максим Антон, моей жены такая же фамилия, как у вас, Антон. Вот она, моя жена, из Северной Осетии, там занимала третье место под Хэквондо, а я и сам Илья спортивное прошлое, и в боксе, в кикбоксинге, в хоккей играл. Иногда так хочется врезать, но боюсь, начнется конкретная бойня, и ребенок не поймет, так что живем и дружим. И вопрос, жена скоро сдаст на правах, какую машину лучше взять, но бюджет небольшой, 200-300 тысяч рублей. Мне кажется, 300 тысяч. И полскую старую машину. Да, Королу или Сивик. Лучше Королу. Ну, или чуть-чуть подержанный российский автомобиль. Да, кстати, ну, за эти деньги можно взять Ладу Гранту с автоматом или Калину с автоматом. Пробег будет небольшой, машина будет там из Троидын с одним владельцем. При этом, какие преимущества у Лады? Очень дешевые запчасти, ее не так жалко. И у нее может быть очень хорошая комплектация с подогревом лобового стекла, там, даже с мультимедиа-системой с навигацией, чего еще тогда не было все-таки в старых японских машинах там 15 лет недавности. Да, да, это хорошая альтернатива, я с тобой согласен. Антон, опять же точнее, губернатор Хабаровского края дал поручение, чтобы локомотив не замерз и дал указание плюс 25 градусов. Кто с губернатором Хабаровского края будет спорить? И плюс это краевое имущество, стадион и так далее. Слушайте, ну раз губернатор-то, ну конечно. Слушайте, он может, мне кажется, он потерял чувство реальности. Это невозможно, мне кажется. Ну, ребят, если возможно, то классно. Футболу нужно в удовольствие играть, а плюс 25 в удовольствие. Главное, чтобы разрешали зрителям на трибунах пить чай хотя бы. Да, уж коньяком согреваться это слишком. Я, кстати, сегодня увидел на чемпионате тут заголовок что-то. Ну, значит, типа перлы-гамулы. Значит, слишком холодно, и там что-то вроде заголовка. Слишком холодно налить футболистам коньяка. Так что, видите, всякое бывает. Все люди. Главное, чтобы результат был. Спорт, выручайте, не могу определиться. Kia Ceed 2, универсал, или Ford Focus универсал, или стайл, или третий, значит. Андрей Смоленск, скажите что-нибудь другое. Может, подойдет в диапазоне недорогого универсала. Please. Ну, Kia Ceed отличный выбор. Ну, он лучше, чем Focus, потому что Focus маленький багажник. Невероятно, невероятно просто честный задний ряд. То есть, за мной, вот, метр восемь и шесть у меня росят, там уже трудно поместиться. И очень низкий клиренс. Поэтому, он, конечно, классно рулится, но если нужен именно универсал, то лучше Ceed. Или, как альтернатива, LAT Vesta SV, или SV Cross. Она дешевле, но автомата не будет. А не будет автомата, понятно. В любом случае, есть робот, но лучше бы его не было. А почему мы имеем в виду, вообще, в принципе, про Vesta, мы сегодня вам расскажем. Вот, следующая часть нашей программы остается там немножко до выпуска новостей. После этого интересные подробности по автомобилю, в том числе. Так, спасибо, ребята. Ну что ж, всегда рады помочь. Итак, давайте, пока у нас совсем мало времени остается, глянем, что сегодня еще смотреть интересного. Ну вот, в Англии сегодня играет и Манчестер против Брайтона. Ну, не суперматч, наверное, но стоит глянуть. А, с другой стороны, есть суперматч сегодня. Ливерпуль-Челси в 20-30. Ну, и Тотмахам играет с Вестбромом. В Испании Реал Малага. Мадридский атлетико в гостях у Леванты. Барса сегодня не играет. Дортмунд Шальке в Германии. Баруси, Мехенглабых, Бавария. В Италии Калери-Интер. Но сегодня только один матч там, как видите. Ну, собственно, собственно, почему один матч? Здесь целая, в Италии целая куча. Но они, правда, все отвратительные. Нет, почему? В рамках 14-го тура сегодня именно Калери-Интер только. Странно. А у меня написано, что Болонни, Самторис, Усоу Лаверона и Кьева спал. Нет, там посмотри число. Нет, сегодня указано вроде. Ну, ладно, неважно, в любом случае матч отвратительный. Уточним, уточним. Не, просто у меня вот раскладка другая. Ну, и, конечно, я про хоккей обычно не говорю, а ты как-то всегда стараешься обращать на это внимание. Сегодня Витязь с Динамо, Акбарс, Барыс, Лован Амур. Да, Барсовское дерби. Барс, да, да. Ну, и, как всегда, вся информация на Спорт.фм не пропустите. Все интересное будет здесь, в рамках линейных эфиров с нашими ведущими, которые уже сменят нас после 13 часов, а до часу дня мы с вами рассказываем вам про автомобили и прочие-прочие интересные автомобильные вещи. Ну, и уходя на выпуск новостей и рекламу, мы все-таки успеем задать вам вопрос, а потом уже все подробности уточним и более подробно поговорим про это. А вопрос очень простой. Какой ваш любимый автомобильный бренд? Вот мы, россияне, какой автомобильный бренд мы больше всего любим? 5533 в начале слова «спорт». Пишите, это смс-портал плюс 7 925 4 двойки 93 2 это наш Вайбер и Ватсап. И почему хотелось бы тоже узнать пару тезисов. Какой ваш любимый автомобильный бренд? Пауза. Зачем футболисту блондинка? отвечает трехкратный олимпийский чемпион, борец греко-римского стиля Александр Карелин. Ну, чтобы хвастаться. Слушай ответы на все вопросы на Спорт.фм Реклама Это Виктор Сергеевич и он хотел сделать у вас заказ. Не пропустите ни одного звонка с услугой виртуальной АТС от Ростелекома. Всего от 550 рублей в месяц. Не пропускать звонки значит быть в плюсе. Ростелеком. Цена за пять пользователей без НДС. Подробности на сайте rt.ru и по телефону 8 800 200 Жители Уфы жалуются на химический запах в воздухе. ЦСКА обыграл униках у Тарья подробности. Зам министра транспорта Валерий Акулов освобожден от должности в связи с переходом в другое место работы, сообщает пресс-служба Минтранса. Ранее стало известно, что Акулов перейдет на работу в объединенные авиастроительные корпорации. При этом многие участники отрасли связывают отставку Акулова со скандалом вокруг авиакомпании Вимавиа, которая из-за долгов оказалась в кризисном положении, в сентябре была вынуждена свернуть свою чартерную программу, пишет газета РУ. Жители Уфы жалуются на химический запах в воздухе. Министерство природопользования и экологии Башкирии выяснило, что в столице республики превышена предельно допустимая концентрация пыли. Ситуацию усугубляет погода, сообщили агентству ТАСС в ведомстве. Смог также возможен в других городах Башкирии. Египетские силы безопасности в ходе спецоперации уничтожили 30 боевиков, которые были причастны к вчерашнему массовому теракту. Операция получила название «Месть замучеников» и началась через несколько часов после нападения на мечеть. Сейчас полиция занимается поисками тренировочных лагерей, в которых готовились атаки на мирных жителей. Взрывы и стрельба в мечети в деревне Аль-Рауда рядом с городом Эль-Ариш на Синайском полуострове произошли во время пятничной молитвы вчера. По последним данным погибли 235 человек. В Египте продолжается трехдневный травм. Полиция Лондона разыскивает двух мужчин в связи с произошедшим вчера вечером инцидентом на станции столичного метро Оксфорд-Серкус. На самой оживленной улице в центре Лондона неожиданно началась массовая паника. В давке на выходе из метро Оксфорд-Серкус, когда началась паника, 16 человек получили травмы. Британская транспортная полиция предполагает, что панику спровоцировала стычка между двумя мужчинами на платформе. Скотланд-Ярд распространил кадры камер наблюдения, на которых запечатлены предполагаемые участники потасовки. В полиции хотят расспросить их по поводу инцидента. Состояние основателя Амазона Джеффа Безоса вчера в черную пятницу превысило 100 миллиардов долларов. В результате роста акции Амазона на 2% на фоне распродаж состояние Безоса выросло почти на 2,5 миллиарда долларов. Блумберг называет Безоса первым с 99-го года человеком, состояние которого превысило 100 миллиардов. Предыдущим был основатель Microsoft Билл Гейтс. Далее о спорте. Баскетбольный клуб ЦСКА победил испанскую уникаку со счетом 89-80 в матче девятого тура Евролиги. Встреча регулярного чемпионата состоялась в испанской Малаге. ЦСКА держал седьмую победу в девяти матчах чемпионата продолжает возглавлять турнирную таблицу. Уникаха идет на 14-м месте из 16 команд. Курс валют далее. По данным Центробанка официальный курс американского доллара в эти выходные понедельник 58 рублей 53 копейки. Курс евро 69 рублей 33 копейки. На этом пока у меня все с новостями. В студии был Александр Лапшин. Все, что важно каждые полчаса спортивные события в режиме онлайн на Спорт.фм. Далее от Райвки в Москве 2 балла дороги почти свободны. Завинувшийся сейчас загроженность увеличилась на 1 балл сообщает Яндекс.Пробки. Ситуация на Кольцах. МКАД внутренняя сторона 3 балла внешняя 2 трешка внутренняя 4 внешняя 3 садовая внутренняя 2 внешняя 3 бульварная в обе стороны 3 балла и 5-балльные пробки наблюдаются на шоссе энтузиастов по направлению в центр. Крупнейший затор там же шоссе энтузиастов Горьковское шоссе от Леоновского до Восточного шоссе здесь проведете 25 минут. Целый год мы с вами выбирали лучших российских спортсменов. Настало время выбрать лучшего из лучших. The best of the best. Лучшего of the best. The best из лучших. Устюгов или Медведева. Кофимова или Швед. Кто получит награду от Спорт.фм? Не забудьте проголосовать за своего любимчика. Кто победит на выборах 18-го решать вам. 18 декабря финальное голосование за лучшего спортсмена 2017 года по версии слушателей Спорт.фм в эфире программы ТОП Спорт с Алексеем Золиным и Артемом и Артемом Дроздовым и в официальной группе Спорт.фм ВКонтакте. все на выборы 18 декабря. Голосуйте сердцем. Эй, дорогу покажешь? Слушай внимательно Автомобилизация на Спорт.фм Не без сердца и точно с автомобилями Максим Трусов и Антон Ширяев в прямом эфире на Спорт.фм Автомобилизация здесь 11.35 время Московское Итак, мы спросили у вас а какая любимая автомобильная марка у вас? Мы имеем ввиду россиян и конкретно вас наши слушатели уважаемые слушатели Спорт.фм с чего вдруг мы в общем-то навеяно чем навеяно а тем что одна компания ОМА мы как бы знаешь сейчас не говорим о том авторитетная она или нет но важно нам вот в качестве информационного повода она проводит маркетинговые исследования и опубликовала результат ежегодного рейтинга любимый бренд в категории автомобиль так вот во-первых что здорово в десятка лучших попала Лада впервые в общем сразу на 9 место и опередил то у тебя ни много ни мало Volkswagen да Vesta сделала свое дело я не сомневаюсь Vesta XRA конечно ну естественно она далеко не первая итак какой самый любимый автомобильный бренд у россиян BMW BMW с большим отрывом более 16 ну почти 17% среди опрошенных сказали что BMW любит тройка значит второе место Toyota вот это очень так предсказуемо довольно таки но отрыв огромный 14,5 то есть сами понимаете почти 20,5% да и так же 2,5% и даже чуть больше у Mercedes который на третьем месте вот это я даже удивился все таки вот BMW любит больше чем Mercedes да отрыв просто огромный то есть 4 почти 5% это очень много но я с другой стороны не удивлен потому что в виде последних скажем так дела и такой подход к продукту в Mercedes я как-то в большей степени как раз склоняюсь в сторону тех кто выбрал BMW мне кажется что просто о BMW больше мечтают плюс молодые люди у которых может быть BMW и нету но это вот такая мечта хочется быстрее резко просто мечтают о машинах наверное больше молодые как раз и если говорить о предпочтениях то наверное да BMW это логично я знаю что у BMW самая большая лояльность у них 60 или 70% клиентов возвращаются покупать BMW она самая большая среди и премиальных брендов и всех про Lexus я слышал там ну я думаю что у Lexus Toyota она огромная и у BMW с премиум она самая большая потому что а Mercedes часто бывает историю что купил поездил поломался или разочаровался думал там ждал что это невероятно это просто машина в чем-то лучше в чем-то хуже и пошел купил ауди и кстати говоря это очень такой серьезный ответ к Кавказу где очень любят Мерседесы как я вам не раз рассказывал про российский Кавказ на примере Чечни и вот буквально неделю назад про Армению где знаете такое ощущение как будто в Германии не утилизируют Мерседесы а все отправляют в Армению там ждут с распростертыми объятиями а у нас как-то нет ну и вот дальше четвертое место ауди опять ну вот в основном по 2% такой разрыв вот 10,5% у ауди ну неудивительно на самом деле действительно ауди несмотря на то что делают прекрасные автомобили но вот как-то почему-то они все равно за пределами топ 3 по крайней мере мне кажется ты знаешь что люди старшего поколения то есть наверное кто старше 50 и больше они еще помнят времена когда ауди считался такой недопремиум что есть Мерседес БВ а ауди как бы чуть ниже и поэтому условно говоря они не могут любить этот бренд а вот молодежь нынешняя там ну условно говоря там 20-30 лет которые как раз таки росли когда ауди уже был крутой бренд когда уже были ТТшки Р8 все эти классные машины для нас уже то есть для меня ауди однозначно в одном ряду с Мерседес БВ я не воспринимаю как-то ниже поэтому наверное наверное вот нынешнее поколение более молодых людей и те кто еще дети подростки только вступают в автомобильную жизнь для них наверняка ауди может быть и будет любимым брендом мне дальше еще кажется что ауди хотят и мечтают те кто ауди попробовал потому что если ты попробовал ну у тебя не будет причин отказаться или не любить да особенно если она была новая и не сломалась не успел сломаться турбина там не начала гнать масло цепь не вытянулась ДСГ там но Астроник не умер как это бывает на машинах то ты конечно кайфуешь ТОП 5 замыкает Форд вот это удивительно Форд далеко упал мне кажется лет 7-10 назад он был бы выше ты знаешь я не знаю я как бы Форд всегда имел имидж кредитомобиля то есть машинку ты покупаешь потому что она самая дешевая в этом сегменте часто была раньше ну ассоциацию вызывает мне кажется и как-то вот любимый бренд не знаю ну может быть просто люди знаешь ездили на фокусе потом пересели на Мондео потом с Мондео пересели там на Кугу или на Эксплорер и уже как бы возможно далее Ниссан Киа Хиондэй вот все-таки Киа кстати больше чем Хиондэй причем сильно больше потому что если Форд у них у всех троих около 9% то Хиондэй только 6,3% то есть сразу разрыв 50% практически хотя по количеству продаж Хиондэй это лучше ну да да но у них есть Крета теперь у них Солярис популярна Крета популярна там теперь Сонат сейчас еще подтянется да далее вот кстати говоря после Хиондэй идет Лада с минимальным отрывом да отрыв ребят значит смотрите у Хиондэй 6,3% у Лады 6,2% всего лишь меньше ну и топ 10 Фольксваген 5,9% идет сразу за Ладой для меня прям эта загадка как Форд может быть более любимым чем Фольксваген да пола при наличии Туарега Пассата почему такой длинной истории ведь у многих людей были Пассаты в прошлом они переселили Туареги Тимуланы пола сколько пола сколько конечно немецкое качество там все технологии ВАК опять-таки любимые турбомоторы там ДСГ странновато удивительно да интересно так значит ну и вспоминая прошлый год Лада занимала тогда внимание 19 место ребят в рейтинге 19 представляете а сейчас плюс 10 позиций ой простите господи я не о том 19 место в рейтинге продаж новых машин в Европе занимало в прошлом году а по данным сайта Focus 2 Move за год было продано 274 903 лады что на там 0.3% меньше чем в 15 году то есть глобальность все равно меньше за первые 10 месяцев этого года но реализовано там почти 250 тысяч машин что на 17% меньше показателей прошлого года тоже то есть лад все равно меньше продали ну хотя вроде казалось бы рынок голову поднимает да становится больше продаж а все равно лад был больше вот такая вот история но теперь хотим узнать что выбираете вы какая автомобильная марка любимая у вас на чем бы вы хотели ездить ну во первых Антон тебе тут вопрос Антон на какой мазе ездите вы BMX 5 BMW X5 мне послышалось нет MX 5 раз MX 5 вот у нас из Смоленской области пришло Volvo выбирает наш слушатель на 5533 в начале слово спорт на Viber и Whatsapp с номером плюс 7 925 4 двойки 93.2 приходят вот такие сообщения Алексей пишет Audi потому что любимый это как сок почти так ну давай будем параллельно отвечать нужен универсал дизель старше 2000 года бюджет 250 старше 2000 года старше вниз или сюда немцы старше 90-х годов значит машина немцы корейцы может что еще посоветуете а почему а зачем такая старая машина ну то есть лучше лучше Lada Kalin Universal или Grand Liftback ну как бы ну конечно не дизельный но это в Львове лучше ну что ж это будет машина с пробегом 300 тысяч километров 4 ушатанная просто все ушатанная это как бы эти машины должны отправиться уже были в Киргизию и там как бы знаете ездить вокруг озера Сыкуль о смотри Алекс Бор пишет Lotus потому что есть Esprit не у меня а в природе добрый день уважаемый ведущий переездил на всех не немцах бизнес класс и недорожниках но когда пересел на гибридный Lexus GS450H 2014 года влюбился с первого нажатия на педаль при его объеме мощности динамики расход всего 11 литров также считают 200 крузак одним из лучших авто раздумыван над покупкой версии Executive Black ваше мнение по данной модели я люблю крузак но это опять-таки Toyota поэтому что там мнение он Арсения обо всем сказали второе место мне нравится Land Cruiser 200 больше чем Prado тем что он такой мягкий едет и раскачивается как верховный слон я люблю такие ощущения конечно он очень большой на нем неудобно тесно парковаться как будете если вы живете масштабом при этом стоит он дорого а в салоне он не дотягивает до немецкого премиума но знаете особенно если в регионе живете выезжаешь на разбитую дорогу нажимаешь газ едешь как будто по автобану а под тобой просто разбита церская дорога и думаешь вот классно я сделал что купил крызак да добавить нечего это правда так 276 093 2 276 1 93 2 это телефоны прямого эфира радио спорт FM и нам дозвонился Денис здравствуйте доброе утро ребят здравствуйте ну у меня первая как бы точнее любимая марка и первая любовь по совместительству это Nissan я делал в том что служил на Дальнем Востоке и так получилось что первая машина которую я купил был GTR а Skyline 2.5 вот по-моему 92 что ли года вот ну и потом поскольку в те времена еще цены были ну там условно говоря машину можно было купить за 450 долларов вот ездить на ней там не зная горя очень долго они были все абсолютно ремонтопригодны потому что любая там ну бархолка любой развал пожалуйста там куча запчастей и тогда у нас еще бывало такое поверье что у Nissan значит у него хорошие моторы но очень быстро летит подвеска у Toyota наоборот соответственно моторы такие плохенькие а подвеска очень быстро летит а больше всех попадали владельцы Honda потому что они не ломались не ломались не ломались но потом если ломались то это было все сразу вот и потом я как-то так с течением времени успел покататься и на патруле еще вот том квадратном старом премьера была у меня тоже Nissan еще в старом опять же кузове не помню в 51-ом что-нибудь нет это Pathfinder ну в общем старый кузов такой маленький помним помним да и вот до сих пор как-то уже перебравшись в Дальний Восток и сюда сейчас у меня вот в общем Pathfinder я считаю что абсолютно удачные машины и пафика и все и они очень неприхотливы в общем достаточно просто ремонтируются даже там в любом гараже они обязательно надо ехать на сервис на авторизованный и соответственно недорого стоит и обслуживание и расходка и все остальное скажите а у вас Pathfinder то вот последнего поколения вот этот квадратник 51-ый но у меня 5-го года он отличная машина даже да менять не хочется ну то есть я думаю что надо его наверное уже менять но хочу поменять опять же на 13-го года или какой там последний был до того как вот этот новый кузов пошел правильно 3-литра дизель потрясающая машина просто мне очень нравился Pathfinder он по-моему 2,7 или 2,5 у них 2 было у них было 2 было 240 сил 3 литра дизель и 2,5 190 сил ну в принципе хватит этих 190 сил но 3 литра он просто и летает и просто и плюс опять же третий ряд сидений отличный вообще то есть я там вожу у меня как в маршрутке люди садятся говорят там за проезд передаем с задних рядов все поехали ну вот единственное что я если честно очень много раз слышал от опять-таки наших же слушателей что были большие проблемы там помню человек мучился у него просто двигатель ломался и он помню нам звонил и спрашивал а как вообще эту проблему-то решить куда обращаться что делать то есть там вроде машина была на гарантии а там буквально какой-то был минимальный пробег и уже много проблем поэтому ну здорово что вот у вас так нет у меня 250 пока тьфу-дьфу ничего вообще ну круто двигателю ни одного вопроса успехов вам и на дорогах и в жизни счастливо спасибо так добрый день купил Chevrolet Aveo 15-го года расскажите ваше мнение о машине спасибо ну приятная была машинка или нет красивый интерьер красивый экстерьер я помню что мягковатая была у него подвеска вот Cobalt на той же платформе он был урод но Cobalt потрясающей подвеской можно было ехать там правда его в Узбекистане выпускали и был он такой что можно было там прям я узбек в пустыне ехать а Aveo у него как раз была слабее подвеска но в остальном он как машина был гораздо симпатичнее у нас небольшая пауза реклама в дилерских центрах Kia новый год уже начинается с 1 по 10 декабря этого года посетите мероприятие дилера Kia откройте для себя новый Kia Rio X-Line узнайте о новогодних предложениях и участвуйте в розыгрыше смартфонов до нового года с Kia осталось 6 дней подробности у дилеров Kia и на сайте kia.ru Кнопок много Правильная Одна Одна Не промахнись Спорт.фм Эй ты, пристегивайся Автомобилизация Спорт.фм Мы делаем спорт ближе МОЯ МАШИНА ТВОЯ МАШИНА АВТОМОБИЛИЗАЦИЯ МАШИНА МАШИНА Максим Трус Антон Ширеев возвращается в прямой эфир на радио Спорт.фм Все с тем же вопросом А какая любимая ваша автомобильная марка? Вот россияне сделали выбор в пользу BMW в который уже раз А Toyota в втором месте Mercedes только лишь на третьем А что выбирают наши слушатели Ну и пару аргументов было бы тоже интересно услышать Киа надежно недорогой но большой минус это все что до 900 тысяч рублей маленький клиренс и лапочки перегорают постоянно Ну неприятно конечно Слушайте ну клиренс вы же сами выбираете Вы же увидели Если выбрали значит он вас устроил Потому что никто от вас ничего не прячет Привет Максим Антон Как думаете после нового года машины подорожают есть желание купить вес ТОСВ но шансов купить в этом году не так много А что касается любимой марки то конечно же Mercedes Подорожают конечно же все подорожает и машины подорожают просто это случится не когда куранты пробьют да там скажем в феврале это может быть но да надо быть к этому готов но с другой стороны это скажем будет небольшое подорожание я надеюсь в случае с Ладой там несколько может быть тысяч рублей максимум потому что рубль стабилен ничего такого катастрофического не происходит в экономике и в общем причин поднимать там на 50 тысяч цену нет ну там на семерочку на десяточку перепишут в общем не то чтобы вы разоритесь если вы готовы отдать за вес там 700-750 а за SW Cross может быть и все 800 то эти там лишние 10 тысяч они конечно вас без трусов не оставят 5533 в начале слова спорт смс портал наш какую марку выбираете вы какая ваша любимая автомобильная марка плюс 7 925 4 двойки 93.2 это уже наш вайбер и ватсап и телефоны прямого эфира по которым тоже можно позвонить 276 093 2 276 1 93 2 Сергей на связи здравствуйте добрый день дизель дизель два месяца езжу конечно огромный автобус отлично набирает скорость но жду зимы дизеля боюсь никогда не владел ну так и какая любимая марка то у вас Mazda CX-7 была бы новая взял бы новую слушайте ну CX-9 сейчас очень классная вышла ну ценник на нее какой-то недобрый Prime тоже дешевый как бы не ну Prime хоть ну на миллион дешевле Prime получается не ну Prime ну Prime это очень хороший выбор по части того что именно это самый доступный в общем в классе автомобиль учитывая опции и прочие ништяки не бойтесь не бойтесь зимы просто заправляйтесь на хорошие заправки Lucoyl очень делает хорошие дизели я скажем так ну знаю что многие даже рекомендуют автопроизводитель литий именно Lucoyl особенно в те машины которые чувствительны к качеству топлива и помните что нет смысла греть дизельную машину потому что она на месте не прогреется поэтому сели буквально там минутку дайте поработать и езжайте она и быстрее прогреется вы не задубеете и в общем все будет хорошо Максим Антон доброе утро вы можете миллионам людей облегчить жизнь ты готов? да и человека который не может определиться между фокусом и сидом в том числе конечно Киосид пожалуйста всегда добавляйте в рассказ про третий фокусы только механика там же робот омерзительный уже меняли по гарантии два раза диски сцепления перепрошивки делали но ничего не помогает я уже не знаю как от него избавиться пишет нам Владимир Николаевич так с одной стороны да с другой стороны скажу в защиту фокуса он потрясающе рулится я никогда не забуду у меня был такой один день еще он был дристаллинг правда фокус дизельный двухлитровый и в этот день я ехал по Ильинскому шоссе закручена дорожка в одну сторону я ехал на этом дизельном фокусе а в другую сторону на Lexus LS и на фокусе я просто мчался зажигал потрясающую управляемость на блестящих шасси ну спорткар фактически а на Lexus такая просто боржа он ехал раскатился ну все равно то есть если бы это была там семерка BMW или S-класс я бы и на них бы получал удовольствие а Lexus это просто была такая Волга поэтому конечно на механике он еще будет пулять носиться но надо сказать что у Isida сейчас есть версия с роботом это версия с новым мотором 1.6 GDI там 130 с небольшим сил машинка очень хорошая гораздо экономичнее старого двигателя и динамичнее его но робот непосредственно впрыск соответственно с другой стороны Киев всегда молодцы предлагают два варианта есть старый мотор старая коробка не едет жрет но зато все надежно ну да и так и еще несколько сообщений 5533 в начале слова спорт из Липецка и Сузу Де Макс вот это удивительный выбор хорошая машина мне понравилась да Антон неделю назад об этом рассказывал GLS 500 и BMW 740D ну это круто 740D прям круто здорово а у нас звонок еще один Сергей здравствуйте добрый день слушаем вас скажите пожалуйста вот ДСГ значит в 2014 году пришла пора менять машину к тому времени понравился Ети ДСГ 1.8 да вот это вот значит но блогеры всякие вот обозреватели ДСГ ДСГ вот значит стал узнавать на работе у двоих у одного 230 пробег у одного 180 вот тот который 180 турбину поменял тоже на 1.8 вот значит еще один не знаю какой у него пробег не знаю что такое по поломке ДСГ я взял вот сейчас четвертый год пошел сейчас у меня 86 я не знаю в общем вот такой вопрос я не знаю людей у которых ломалось ДСГ но я все время слышу блогеров что она ломается вот как вы об этом обсудите спасибо но не только блогеры не только блогеры мы постоянно об этом говорим и даже удивительно что у вас видите такой случай что у вас она не подводит и у друзей все так хорошо это просто какие-то единичные случаи ну здесь смотрите здесь два момента первое чем меньше мотор чем соответственно во-первых сухая ДСГ с сухими сцеплениями это самая большая проблема то есть с мокрыми как у вас все гораздо лучше самые плохие ДСГ значит на моторах 1.4 1.2 там действительно масса проблем потом время опять-таки то есть года до как раз-таки там 13-го 12-го все было совсем плохо то есть много очень а в 14-м в конце года это прям именно в конце года они провели какую-то большую модернизацию вот потом есть ДСГ который очень надежный это ДКУ-500 знаменитая коробка значит с мокрыми сцеплениями которая ставилась на всевозможные там транспортеры Caravelle и Caddy на коммерческий транспорт на RS3 на Audi а это ну и на дизельные некоторые легковые автомобили тоже она очень-очень неплохая и вы конечно сделали большое дело что купили именно 1.8 разорились потому что с ней коробка уже не самая плохая а если у вас еще полный привод то она еще лучше в любом случае мы всегда говорим взяли новую машину пока гарантии вообще не волнуемся если она у вас пятилетняя на коробку я вот не помню там был момент когда они сменили 5 лет на 3 года если пятилетняя то и не волнуйтесь а что касается турбины то она преподнесет сюрпризы только после 150 тысяч поэтому в любом случае я думаю что вы можете спокойненько еще совершенно точно тысяч 30-40 проехать ни о чем не переживая но здесь еще вопрос где она в каких условиях используется может пробок мало она не любит пробки она не любит пробки если вы ездите по свободным дорогам она не работает в скользящем режиме то все с ней будет нормально она прослужит много-много лет добрый день я уже на кросс-туре планирую так детишек возить по весне довелось поездить пару месяцев на аудио 3 99-й год японка на палке и левом руле 180 сил квадро в идеале теперь ауди одна любовь ее бы на выходной плюс что-нибудь поцвили на ежедневку спасибо вам интересно слушать ян подожди а три ауди японка вот я что-то да у меня было пересечение непонятное вообще всего сразу ну здорово история невероятная левая руль механика кватором у нас перерыв на новости рекламу и в начале следующего часа сменим тему поговорим про равнедорожники и вообще вылазки на бездорожье оставайтесь со спорт.фм Василий вам слово с победой любимой команды секреты успеха на спорт.фм здравствуйте главная тема к этому моменту сам глава Минтранса покидает ведомство Коврино построят крупный пересадочный узел ЦСКА обыграл Уникаху далее подробности замминистра транспорта Валерий Акулов освобожден от должности в связи с переходом на другое место работы об этом сообщает пресс-служба Минтранса России ранее сообщала что Акулов перейдет на работу в объединенную авиастроительную корпорацию многие участники отрасли однако связывают отставку Акулова со скандалом вокруг авиакомпании Вим Авиа которая из-за долгов оказалась в кризисном положении и в сентябре была вынуждена свернуть свою чартерную программу Строительство международного автовокзала в столичном районе Ховрино планируется завершить летом следующего года заявил зам мэра Москвы по вопросам строительства Марат Хуснулин Общая площадь вокзала состоит около 5000 квадратных метров вместе со станцией метро который планируется запустить до конца этого года будущей железнодорожной платформы а также международным автовокзалом здесь будет сформирован крупный пересадочный узел Столичная госавтоинспекция проверяет видео на котором неизвестные ездят на автомобиле по пешеходным дорожкам около московского Кремля Видео, снятое с салона автомобиля появилось недавно в интернете Жители Уфы жалуются на химический запах в воздухе Министерство природопользования и экологии Башкирии выяснило, что в столице республики превышена предельно допустимая концентрация пыли Ситуацию усугубляет погода об этом сообщили в ведомстве агентству ТАСС также смог возможен и в других городах Башкирии например, в Стерлитамаке, Саловатии и Благовещенске Полиция Лондона разыскивает двух мужчин в связи с произошедшим вчера вечером инцидентом на станции столичного метро Оксфорд-Серкус на самой оживленной улице в центре британской столицы неожиданно началась массовая паника в давке на выходе из метро когда началась паника 16 человек получили травмы Британская транспортная полиция предполагает, что панику спровоцировала стычка между двумя мужчинами на платформе Скотланд-Ярд распространил кадры камер наблюдения, на которых запечатлены предполагаемые участники потасовки в полиции хотят расспросить их по поводу инцидента Далее о спорте Баскетбольный клуб ЦСКА победил испанскую Никаху со счетом 89-80 в матче 9-го тура Евролиги встреча регулярного чемпионата состоялась в испанской Малаге ЦСКА одержала седьмую победу в девяти матчах чемпионата и продолжает возглавлять турнирную таблицу Никаха находится на 14-м месте из 16-ти Курс валют далее по данным Центробанка официальный курс американского доллара в эти выходные понедельник 58 рублей 53 копейки курс евро 69 рублей 33 копейки На этом пока у меня все с новостями в студии был Александр Лапшин все что важно каждые полчаса спортивные события в режиме онлайн на Спорт.фм Далее о погоде в Москве сейчас в городе минус 5 градусов атмосферное давление 752 миллиметра тут новостолба Синоптик обещает в течение дня малооблачную погоду без осадков температура также минус 5 ночью пойдет небольшой снег и завтра днем также малооблачно осадков не ожидается температура будет находиться примерно на тех же позициях минус 4-5 градусов автомобилизация для тех кто продал душу автомобилю утром выбираем автомобили днем играем футбол и смотрим все то что находится вокруг и рядом со спортом это Спорт.фм прямой эфир программа автомобилизации Максим Трусов Антон Ширяев с вами по-прежнему выходим на второй час 12 часов и 5 минут в Москве в течение ближайшего часа мы поговорим про бездорожье в частности точно расскажу вам про путешествия по Сахаре вообще как каково это гонять на Рено Дастер по пустыне по пескам непролазным казалось бы а еще по камням по скалам и другим непростым дорожным условиям и конечно же как и обещали вам про Весту мы скажем хотя и вот думали что уже времени у нас не найдется поэтому с нее прям и начнем Антон она красивая? да очень причем она не только красивая она просто останавливает вокруг себя весь мир потому что на нее смотрят все то есть я стою в пробке проезжает на меня какой-нибудь это на тебя смотрят и все в салоне это же Весту а вчера я ладно понимаете дешевые автомобили но когда стоит Р-класс сидит мужик еще видно что не водитель да владелец хорошо одетый и он прям всю рассмотрел со всех сторон это очень машина которая вызывает у всех интерес да абсолютно абсолютно точно и это не как я уже сказал что Антон смотрит на тебя нет знаете меня тоже смотрят когда я за рулем этой машины и на вас будут смотреть с той обычной у универсала еще в салон перенесены отдельные детали которые окрашиваются в цвет соответствующий цвету кузова то есть это вот накладочка на бардачок тоненькие накладочки на дверях и приборный щиток да он тоже с оранжевой полосочкой кожзам ставки с кожзам на дверях тоже оранжевые на сиденьях оранжевая строчка и тоже оранжевые ставочки чтобы понимали чем отличается SV-кросс от обычного универсала ладвеста у него появились молдинги это накладочки на крылья и по периметру в нижней части над порогами тоже а и еще там есть такое подобие диффузор уже сзади и впереди вот эта губа и двойной выхлоп да две выхлопные трубы это смотрится невероятно красиво мы сейчас с Антоном ну не то чтобы спорили делились впечатлениями да я думаю многие с нами согласитесь часто бывает что вот эти молдинги вот этот обвес он как-то машину упрощает делает ее какой-то ну более такой сельской что ли да вроде машина такая становится проще а здесь наоборот какую-то породу ей добавил да еще 17 колеса 17 дюймовый потому что на обычной вести вести SW SV только соответственно 16 дюймов круто большие колеса такие очень здорово смотрится клиренс 200 миллиметров но на самом деле меньше потому что там в нижней части выпирает вот где вот эта зона двигателя получается меньше где-то 198 но все равно это очень много это больше чем у Креты это чуть меньше чем у Дастера чем у Каптюра то есть уровень кроссовера да и это действительно так ты едешь и все седаны они ниже тебя это смешно но они ниже тебе то есть ты реально ощущаешься то есть сижу высоко все вижу обзорность великолепная зеркала большие кромку капота видно парковаться замечательно камера заднего вида причем камера ребят блестящая я вчера вот здесь у нас рядом с редакцией спортфм парковался залез там одним колесом на бордюр все видно все замечательно даже в темноте здорово камера расположена ее освещает фонари заднего хода динамическая разметка точно тебе показывает куда машина попадет вообще ни одних вопросов у машин классно выше часто таких камер нет классных сразу да хочется порадоваться кто вот сейчас еще не ездил а вот услышал наш рассказ и узнал что вообще есть универсал о так там же столько места в багажнике нет ребят абсолютно столько же сколько и в обычном седане 480 литров если естественно грузить под шторочку если до потолка чуть больше но там не сильно много места а самое главное что вот эти 480 литров они включают в себя подполье потому что если вот эти ящички внизу не рассматривать а только вот то что собственно можно погрузить как бы на пол на сам то ты там еще меньше 380 но правда ящиков там очень много да 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 там именно подпольное пространство там 2 или 3 по моему ящика уровня то есть ты открыл там соответственно у тебя один потом поднял собственно эту там полку у тебя там 2 ящика больших потом вынул их там уже как бы настоящий пол а под ним запаска полноразмерная и рядом с ней еще один ящик большой и такие знаете небольшие пространства куда еще тоже что-то можно положить то есть в принципе туда убирается все туда помещаются и незамерзайка и щетка и все тряпки и масло и там набор автомобилистов абсолютно все у вас багажник будет чистый только весь в сеточках да но мы сейчас что называется брызгали слюной и радовались нам вот это все очень нравится но основное нарекание которое нас вызвал автомобиль то как он едет с двигателем 1.8 с 122 лошадиные силы увы он едет хуже чем с двигателем 1.6 по ощущениям да очень тяжело мотор раскручивается у нас механика тут у нас не робот у нас механика пятиступенчатая она как-то тоже честно говоря не особо впечатляет французская коробка не самые такие лучшие включения вот мотор нужно крутить хочешь ехать прям крути его он начинает реветь то есть в этот момент конечно неприятный но подвеска хорошо нам знакома по роно ниссан все съедает летит по бездорожью вот Антон рассказывал что про ланкрузер вот выехал на плохую дорогу на газ нажал все забыл здесь то же самое но вот основное что знаете даже так раздражало временами это вот то как он едет в динамике но очень плохо набирает скорость ну хочется спокойно ехать никто не торопится может быть для семейной машины это неплохо но она такая яркая ожидаешь какого-то золотого характера а его нет но подвеска полностью согласен мы имели возможность сравнить с Rio X-Line Rio X-Line заметно жестче при том что клиренс меньше сильно меньше больше чем на 220 мм соответственно жестче идет вот в этом плане конечно жесты преимущества есть но есть кое-какие нарекания по салону например отверстия и пространство там для телефона ну они так странно сделаны что туда не влезет ни один телефон вроде как есть место а что туда положить ничего не положишь подстаканники очень низкие бортики то есть там какой-то еще стаканчик от кофе встанет а допустим уже бутылка 0,5 нет а ну и еще можем отметить появился подлокотник с пространством опять-таки там тоже мало места но все равно прорезинено например и если туда что-то положишь греметь не будет и вообще в принципе его наличие это уже тоже добавляет плюса и даже есть прострочка опять-таки под цвет кузова сзади место тоже все с местом хорошо сам за собой я сажусь с запасом из-за того что универсала крыша не так спадает вниз на голову давит меньше и из наворотов появившихся с седаном подглокотник с двумя подстаканниками подогрев заднего дивана USB-порт для зарядки соответственно ну то есть он не подключен к мультимедиа системе только зарядка и там еще 12 вольт розетка то есть в этом плане конечно универсал для задних пассажиров лучше вот но скажу честно я вот езжу сейчас и думаю что наверное первая причина была скорее негативной я так немножко разочаровался а сейчас думаю ну все 800 тысяч это ничего же не купить за такие деньги и сит и фокус гораздо дороже а здесь машина хорошо упакована и наверное ну и сит и фокус понимаешь они все равно лучше гораздо лучше по всему и по управляемости по салону но 800 тысяч за топовую машину вот с механикой это 801 из полн тысяч это хорошая цена все мы больше не будем вам ничего про нее рассказывать потому что у нас еще сегодня не будем а в следующий раз тем более что мы еще вернемся потому что у нас будет не только кросс но и обычный СВ и мы еще к этой машине будем возвращаться да и будем голосовать потому что ну знаете у нас как раз получится такие подведения итогов года по въездам по ладам в том числе потому что ну мы же очень так пристально следим да за тем что происходит с автовазом последние годы и будет еще о чем поговорить поэтому поскольку эта тема крайне актуальна для наших слушателей и вообще для российских автолюбителей обязательно еще об этом поговорим а в ближайшие минуты поговорим про бездорожье у нас очень популярная была сейчас тема ох ох у нас была очень популярная тема сейчас и вопрос первого часа ваша любимая автомобильная марка много сообщений пришло вот в частности на 5533 в начале слова спорт Citroen значит вот любимая машина среди сообщений на вабер ватсап с номером плюс 7 925 4 двойки 93 2 вот например купил в 10 году Passat CC два гарантийных ремонта DSG гарантийный ремонт двигателя на пробеге 90 тысяч километров продал вот Андрей напишет и лишний раз подтверждает наши опасения и все то что мы рассказываем по поводу DSG это возвращаясь к вопросу к звонку нашего слушателя который говорил что ни у него ни у его друзей с DSG вообще никаких проблем нет только блогеры вот сообщают о том что они существуют о знаешь какой любимый автомобиль на суху Хримана Таври не знаю шутить или нет первая машина в жизни может быть была так моя первая марка Mercedes первая которую купил Hyundai а вот чувствую что любимой будет Audi чувствую что если поезжу потом не откажусь вполне вполне возможно вообще даже не не спорим с этим так купил себе Nissan Tiano любой год влюбился в эту марку ее вид и приобрел себе а девушка Mark 2 а девушке Mark 2 в Хабаровске технологии позволяют нагреть поле до плюс а это Антон опять возвращает до плюс 25 Антон хватит уже невозможно все я верю что там у вас и плюс 30 можно сделать главное чтобы футбол был и не умер в Хабаровске у вас так ну что давай про тогда бездорожье давай начинай про песочек свой друзья уверен что даже если вы ездили по песку может быть где-то на пляже например дрифтили потому что у нас же страна очень разнообразная и дороги разные и условия и все можно увидеть все можно узнать хотя страна одна уверен что немногие из вас имели возможность такую блестящую поездить по пескам в пустыне в настоящей пустыне в Сахаре мне посчастливилось мне удалось я об этом даже не мечтал потому что ну казалось ну есть это и есть вроде как да зачем а здесь пришлось здесь посчастливилось и самое главное что на автомобиле крайне подходящим для любых как казалось абсолютно любых суровых условий в частности за рулем автомобиля Renault Duster с двухлитровым нет простите с полуторалитровым дизельным двигателем 1.5 109 лошадиных сил на полном приводе и с механической коробкой передач ну что называется самый такой честный простецкий при этом и все-таки мне кажется наверное наиболее удачный из представленных в линейке этого производителя что касается Сахары Сахара же у нас большая да она как бы окружает большое количество африканских стран но мы будем говорить о Марокко о об автопроме марокканском да о том как там водят и вообще что из себя представляет автолюбители марокканские тоже поговорим но сейчас давайте больше о пустыне поскольку я уже сказал что никогда не ездил по таким пескам поэтому нужно привыкать есть определенные моменты которые накладывает на вождение песок особенно такой глубокий да как например постоянно держать высокую скорость а точнее постоянно раскручивать движок о чем говорил Антон поэтому первая передача она зачастую конечно лишь для того чтобы тронуться при том что на дастере можно трогаться и со второй передачей часто даже есть такая рекомендация потому что первая она вроде как для того чтобы краситься по камням например при том что дастер кстати трогается без газа то есть можно отпустить цепление машина покатится что кстати говоря есть и у весты тоже мы проверяли той вести которую вам говорили поэтому постоянно держать скорость постоянно держать передачу и только таким образом ты сможешь преодолеть барханы барханы преодолевать приходилось больше того зачастую ты когда поднимаешься по нему наверх а барханы Это вот те самые горы песка, которые у нас есть, например, на картинках рабочего стола для Windows. Знаете, такие красивые есть, да? Либо просто какие-то фотообои. А самое удивительное, что для того, чтобы передать всю вот эту красоту пустыне, даже не нужно иметь какую-то профессиональную фототехнику. Даже современные гаджеты, айфоны, они все это передают, потому что природа уже сделала все сама. Итак, смотрите, мы едем, поднимаемся на Бархан, на эту песочную гору. Подъем это очень крутой. Мы видим только небо и не знаем, что будет дальше. То есть мы, получается, переваливаемся и смотрим вниз. И уже можем отпускать, в принципе, газ. И таким образом машина сама скатывается. Добавляем газ, едем вперед и таким образом не застреваем. Но при этом все равно те же самые пески, те же самые Барханы, они не везде жесткие. И, соответственно, не везде пески вот эти вот цепучат, и не везде можно завязнуть. И не везде ты можешь проехать легко. Поэтому нужно очень четко выбирать вот эту дорогу, очень четко выбирать траекторию. Потому что, когда ты смотришь, кажется, что везде одинаковое. А нет. Поэтому без проводника в пустыне не обойтись. И такой проводник у меня был. Это был местный бедуин на квадроцикле. Ребята, если бы вы видели просто, с какой скоростью он это делал, как виртуозно он это делал. У него даже не было намека на перевороты. Он управлял этим квадриком одной рукой. А каким образом можно вообще понять, куда ехать в этой вот безлюдной, бескрайней пустыне. Ну, это просто до сих пор вызывает у меня, ну, во-первых, невероятное восхищение. И непонимание, как можно это делать. Как они там ориентируются. Ну, ориентируются и делают. Знаете, я лишний раз убедился в том, что Duster это самый лучший, самый успешный, самый надежный автомобиль в своем ценовом диапазоне. Среди... Ну, все-таки он позиционируется больше как кроссовер. Но почему-то хочется все-таки больше назвать его внедорожником. Хотя никаких таких суперспециальных у него настроек нет. Есть при этом и режим FWD-Lock, и полный привод, про который мы говорили. Возможность перейти только на передний. Ездили мы, конечно же, на полном приводе. И когда попадаешь на полностью разбитую дорогу, и где еще попадаются камни, причем гигантские булыжники, ты едешь и слышишь, как эти булыжники просто бьют тебе вот под днище, бьют тебе в колеса. При этом у тебя нет ощущения, что пробивается подвеска, что у машины появляется проблема с удержанием там дороги или полосы. То есть ты едешь, тебе комфортно, смотришь на дорогу, понимаешь, господи, а кто бы здесь еще проехал. Ну, конечно же, такие машины, как там Toyota Land Cruiser, Toyota Land Cruiser Prada, конечно же, преодолели бы все эти проблемы. Но мы же говорим о бюджетном автомобиле, у которого там и клиренс чуть меньше, да, и там возможностей, казалось бы, меньше. Но здесь необходимо еще сказать про специальную резину Michelin BF Goodrich, которая также делала свое дело. У нее глубокий протектор, поэтому выезжая на бездорожье, в общем, вот такая резина, она, ну, наверное, делает больше, чем 50% успеха. При этом, конечно же, накладывает свой отпечаток на езду по обычной дороге. Когда была возможность разогнать машину максимально, то 175 км в час – это максимальная отметка, выше которой стрелка уже не поднималась, как бы ты ни жал на газ. Гудело сильно при этом колеса? Ну, я бы сказал, наверное, здесь даже не конкретно про колеса, а вообще про шумоизоляцию. Она, конечно, хотел бы, чтобы было потише. Я был в виду, что вот эти вот шины зубастые АТ, они, как тебе показалось, сильно ухудшили звук, именно комфорт акустический? Не показалось, что сильно. Здорово. Вот что сильно не показалось. Но опять, да, если сравнить пересеть из одной машины на другую, наверное, было бы проще сравнить. Но вот именно из-за колес шум – нет. А вообще, конечно, да, после 100 км в час, после 120, естественно, ты понимаешь, что да, в машине шумно и громко. По подвеске я уже сказал, что она идеальна, она действительно идеальна. Но было четкое ощущение, что если, допустим, я попадаю в яму передним мостом и ничего не чувствую, то есть еду совершенно спокойно дальше, то пассажиры, которые сидят на заднем ряду, у них несколько другие ощущения. А поскольку машина была у нас загружена полностью, то есть, ну, не полностью, там, 4 человека, да, 2 впереди, 2 сзади, я видел, наблюдал реакцию ребят, которые сидели сзади, и им действительно было не очень комфортно по той причине, что отдача все-таки разная. Но, опять-таки, у нас был режим такой боевой, что называется, никто не жалел ни машину, ни товарища, который сидел сзади, поэтому в обычной жизни, конечно, такого не будет. Значит, очень приятно тормозить на автомобиле двигателем, когда, допустим, на серпантине ты не используешь, в меньшей степени используешь тормоз, а вот именно третья, четвертая передача, допустим, ты разогнал, с тебя прямая, раз дорога уходит вниз, и нужно уже притормаживать, конечно же, ты это делаешь, но, в первую очередь, за счет двигателя, переходя на третью передачу, он переходит вперед, загружает переднюю ось, и таким образом тебе и поворачивать, и в поворот удобнее входить, и ты полностью машину чувствуешь, при том, что и резина, да, казалось бы, бублики, она внедорожная, она совсем не для этого, но все равно такое удовольствие от этого получаешь. И при этом кое-где он и со скрипом входит, ну, со скрипом я имею в виду именно резину, да, прям ощущение такой спортивности, хотя машина абсолютно не для этого, но ощущения, конечно, совершенно невероятные. И вот мы очень много рассказывали вам про этот автомобиль, когда путешествовали год назад по Грузии, тоже по непростым, по очень разнообразным дорогам, и, конечно же, здесь, ну, наверное, просто ставишь для самого себя жирную точку в том, что в этом классе, как говорят сами представители Рено, за него как минимум не стыдно, потому что он точно не опустится ниже своей определенной планки. Что же касается дорог в Марокко, вы знаете, они очень хорошие, климат позволяет содержать их в хорошем состоянии, но и, видимо, все-таки делают качественно, потому что разбитых дорог, ну, практически нет. Все очень качественно, все очень ровное, и вот опять-таки серпантины. Серпантины многие, видно, что делались вновь, делались недавно, и есть разметка. Больше того, сейчас там очень активно в горах ведутся работы по спрямлению дорог, то есть чтобы было меньше вот этих вот заветвлений, а именно какое-то спрямление. Из-за этого, правда, возникают пробки, потому что, когда стоит строительная техника, конечно же, там меньше места для объезда, меньше места для того, чтобы куда-то попасть. Но факт то, что дороги очень разнообразные в Марокко, и как раз-таки была возможность проверить Дастер, как я уже сказал, и напрямых с максимальной скоростью и на серпантине, когда здесь уже в углову угла ставится управляемость автомобиля, ну и, конечно, бездорожье. Справляется он со всем, гребет, выползает отовсюду, и кажется, что он просто может залезть на стенку, конечно. Единственное, что часто были моменты, когда вот кондиционер работает, да, и у него есть вот эти вот дефлекторы, дефлекторы ты сам вручную можешь открывать, закрывать. Вот часто у меня были проблемы вот с направлением воздуха, вот как их подстроить, куда их подстроить. Мне кажется, если бы это было проще, вот как в тех же самых машинах 90-х годов, когда ты, значит, у тебя влево-вправо, вверх-вниз вот эта сеточка идет, и тебе было абсолютно понятно, куда будет идти обдув воздуха. Здесь вроде как сделали более современно, более как-то практично, ты можешь в разных направлениях вращать вот эти круглые дефлекторы, но вот при этом не всегда ты ловишь и понимаешь, куда тебе нужно как лучше подстроить. Много разговоров про вот этот вот дисплей, да, центральный дисплей, потому что он находится не совсем там, где... Низковато, да, находится. Было бы удобно, да, он действительно находится низко. Есть целый ряд таких очень комичных видео в интернете, где, значит, народ просто там смеется, да, и прям-таки уничтожает машину из-за расположения этого дисплея. Я не могу сказать, что настолько неудобно, но все-таки было бы здорово, если бы его подняли наверх. Еще из косичков, которые ты начинаешь понимать и чувствовать, когда ездишь за рулем этого автомобиля в течение нескольких дней, а не просто там несколько часов покатался и отдал, это подушка сидения и возможность ее поднимать наверх. Вот эта сама ручка, которая поднимает подушку, она не очень удобно сделана, еще она работает очень жестко, поэтому тебе нужно прям такие усилия применять, а при этом ты можешь это сделать буквально кончиками пальцев, из-за того, что там пространства очень мало. И вот я думаю, что если бы был минимальный рестайлинг какой-то, да, то вот эту ручку было бы здорово заменить, но его не будет, потому что Duster сменит поколение очень скоро, и у него уже появится в том числе и возможность регулировки руля по вылету. Это тоже будет очень здорово, потому что сейчас этого не хватает. При этом усесться удобно, вполне можно, и нет ощущения, что ну совсем тебе как-то плохо, и есть нехватка в удобстве и комфорте. Прервемся на выпуск новостей и рекламу, а у вас спрашиваем, какие ваши приключения внедорожные вам запомнились, были и за рулем какого автомобиля, может быть даже и по пустыне тоже катались. Оставайтесь с нами, мы прервемся и вернемся очень скоро. Все знают, что Дездемона – это хорошо. Медуза Гаргона – это плохо. А Марадона – и то, и другое. Но мало кто знает, Рабона – это хорошо или плохо. А мы знаем. Слушайте Спорт.ФМ. Реклама Процент. Процент. Процентик. Ну, процент. Иди сюда, мой маленький. Кредит в Локобанке от 12,4% годовых на круглые суммы. 5 миллионов? Куда уж круглее. Отправь заявку онлайн на локобанк.ру. КБ Локобанк.АО. В студии Александр Лапшин. Здравствуйте. Главная тема к этому моменту. Глава спецслужб ЛНР стал в рио главы республики. В Ховрино построят крупный пересадочный узел. Сегодня состоится два матча премьер-лиги. Далее подробности. Депутаты Народного совета самопровозглашенной Луганской народной республики утвердили кандидатуру министра госбезопасности Леонида Пасечника на должность исполняющего обязанности главы ЛНР. Напомню, что в ЛНР ранее обострилась борьба двух силовых групп. Одну из сторон возглавлял Плотницкий и вторую глава МВД республики Игорь Корнет при поддержке главы самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко. Центр Луганска два дня назад взяли под контроль вооруженные люди, которые предположительно подчинялись Плотницкому. Отмечу, что сегодня Народный совет ЛНР принял отставку главы республики Игоря Плотницкого. Строительство международного автовокзала в столичном районе Ховрина планируется завершить летом следующего года, заявил заммэр Москвы по вопросам строительства Марат Хуснулин. Общая площадь вокзала составит около 5000 квадратных метров. Вместе со станцией метро, которую планируется запустить до конца этого года, будущей железнодорожной платформы, а также международным автовокзалом здесь будет сформирован крупный пересадочный узел. Столичная госавтоинспекция собирается проверить видео, на котором неизвестные ездят на автомобиле по пешеходным дорожкам около Кремля. Отмечу, что это видео, которое было снято из салона автомобиля, появилось недавно в интернете. Полиция Лондона разыскивает двух мужчин в связи с произошедшим вчера вечером инцидентом на станции столичного метро Оксфорд-Сокус на самой оживленной улице. В центре Лондона неожиданно началась массовая паника. В давке на выходе из метро 16 человек получили травмы. Британские транспортные полиции предполагают, что панику спровоцировала стычка между двумя мужчинами. На платформе «Скотланд-Ярд» распространил кадры камер наблюдения, на которых запечатлены предполагаемые участники потасовки. В полиции хотят расспросить их по поводу инцидента. США значительно занизили численность своих войск в Сирии, пишет агентство «Рейтер». Военный контингент насчитывает около 2000 человек, а не 500, как ранее заявлял Пентагон. Там признали, что говорили только о тех военных, которые тренировали местных бойцов оппозиции и не учли сухопутные силы. Новая цифра, как ожидается, будет озвучена 27 ноября. Далее о спорте. Два матча пройдут сегодня в рамках 18-го тура чемпионата России по футболу. ТОС, например, «Тульский Арсенал». Матч пройдет на стадионе Петровске в Санкт-Петербурге. Начало в 16.30 по Москве. В 7 вечера на Ахмат-Арине в Грозном начнут встречу Ахмат и Уфа. Далее курсы валют. По данным Центробанка, официальный курс американского доллара в эти выходные. И понедельник 58 рублей 53 копейки. Курс евро 69 рублей 33 копейки. На этом пока у меня все с новостями. В студии был Александр Лапшин. Все, что важно. Каждые полчаса спортивные события в режиме онлайн на Спорт.фм. Далее трафики в Москве. 3 балла. Местами затруднение. Из минувший час загроженность увеличилась на 1 балл, сообщает Яндекс.Пробки. Ситуация на кольцах МКАД. Внутренняя сторона 4, внешняя 3 балла. Трешка в обе 5. Садовая внутренняя 3, внешняя 6. Бульварная в обе 3 балла. Крупнейшая затора Ленинградка. От Шерметиского шоссе до Международного более получаса. Примерно столько же на Восходинское шоссе с остановки Ускова до остановки Филина. Холмс. Вы видели заголовок в сегодняшний Таймс? Мне кажется, вам было бы интересно. Что случилось с чемпионкой мира? Элементарно, Ватсон. Слушайте Спорт.ФМ. Автомобилизация. Для тех, кто в НИТФОСПИД не наигрался. Вы знаете, я сейчас тут увлекся. Наш слушатель с ником ЧК спрашивает. Один из вас недолюбливает Субару. Может ли он это разъяснить? И вот начал разъяснять, и вот уже программа началась. Поэтому начал писать. Поэтому писать не буду. Давайте сейчас прям быстро. А вот другой из нас, который в меньшей степени недолюбливает Субару, он, может быть, сейчас какие-то аргументы в плюс скажет. Напомню, это автомобилизация. Мы в прямом эфире по-прежнему. 12.35 в Москве. Максим Трусов и Антон Ширяев здесь. Итак, почему мне не нравится Субару? Ну, слушайте, дизайн внешне там субъективная вещь. Я считаю, что он ужасный, некрасивые машины. Давайте по делу. Очень дешевые салоны, очень примитивные. И такие были всегда. И в лучшую сторону, к сожалению, не меняются. Дешевый пластик. Так еще и пахнет он не очень приятно. Что, например, естественно для китайцев, но не естественно, все-таки для японцев. Несмотря на больше дорогих. Да, вот. К этому отдельно перейдем, да. Очень примитивная и мультимедиа-система все. И бортовые компьютеры. Все очень-очень просто, прямо, ну знаете, вот простецкий. Такое ощущение, что это прямо машина вот там откуда-то из 90-х с начала 2000-х. Хотя уже столько поколений они сменили. И вроде все время что-то улучшают, да. И определенный выбор в модельном ряду имеется, да. И плюс, самый главный минус этих автомобилей, они очень дорогие. Они зачастую дороже всех своих конкурентов. Вот это возмущает, не нравится, помимо вот тех вещей, которые я уже отметил. Я не знаю, за что любить Subaru. Точнее, я знаю, за что, но мне кажется, что это не есть те важные плюсы, из-за которых можно отказаться от большого количества конкурентов, где других японских. Когда живешь в Москве. Да. Потому что плюсов два самых больших. Это проходимость. Действительно, и Outback, и XV, и Forrester уедут сильно дальше, чем любой из их конкурентов. Это проверено просто мной много раз на практике. И второе, это очень хорошая подвеска, которая позволяет по плохой дороге идти на хорошем ходу. Но опять-таки, там, никакой All-Track, да, никакой там All-Road с этим не сравнится. Поэтому, если вы живете где-то в регионе, я знаю, что Subaru очень любят в Карелии. Потому что часто люди поедут по республике, в Финляндию, куда-то еще, по грунтовкам, по грейдерам. Им это важно. Но зачем нужна Subaru в Москве, в Санкт-Петербурге, или в любом другом крупном городе Москвы, России, я не знаю. Да, это, знаете, такие грузовички часто. По ощущениям, какие-то такие грузовички. Мы заявили тему бездорожья, спросили у вас, а какое бездорожье запомнилось вам, куда вы попадали, откуда вы лазили, может быть, копали даже, да, лопатой, и в течение долгого-долгого времени пытались вытащить машину. У вас получалось или не получалось? Вы вызывали где-нибудь трактор, там, платили большие деньги. Ну, и, наконец, я вам рассказал про пустыню Сахару, про путешествие на великолепном автомобиле Renault Duster. И я сказал, что природа уже все сделала сама. И любой гаджет выдает эту невероятную красоту, которая есть в пустыне. Ребят, чтобы убедиться в этом, зайдите в мой инстаграм, я там выкладывал кучу фоток в сторис. Это что-то невероятное. Это просто чисто визуально, это что-то невероятное. Хочется делать и делать фотографии, хочется продолжать и продолжать. И они, казалось бы, довольно уже однообразные. Но ты все равно фотографируешь, ты все равно хочешь снимать этот песок, эти волны, эти барханы. Трусов нет, заходите там в сторис, куча фоток лежит, смотрите. А вот Антон, он предпочел другой пейзаж и другую страну. Он остался дома. Да, я проехал, знаете, для меня просто было два открытия, не меньше, потому что, честно говоря, в Сахаре я был. Пять лет назад, как раз почти в эти самые даты на Рейдж-Ровере. Потрясающе, действительно, впечатление на меня тоже оставил Марокко. Просто под каждым словом Максим готов подписаться. Правда, съездите в Марокко, если бюджет позволяет. Очень интересная страна, вам очень понравится. Там не только в море купаться, да, но есть что посмотреть, и, в общем, масса эмоций. И, может быть, у кого есть стереотип, как у меня, я вот не очень люблю мусульманские страны, не очень люблю, ну, такие вот необустроенные, да, страны. Мы примерно понимаем, да, куда мы едем. Но, вы знаете, я был удивлен, что даже вот эта необустроенность и какая разруха, она настолько там гармонирует со всем происходящим, что не вызывает отвращения. Это то место, Марокко, куда хочется возвращаться. Ну да, если уж ваша жена смотрела в свое время бразильский сериал «Клон», то она просто будет счастлива побывать в Морокко. Да, это все про Касмедина, там все это происходило в городе Баракеш. Вот. Так вот, про Россию. Я тоже был, получается, в мусульманском регионе, но он меня просто поразил. Невероятно. Я, честно вам скажу, что я влюбился в Оренбургскую область и в Башкиру, конечно, в природу, главным образом. Потому что, ну, когда заходишь на посадку к Оренбургу, то видишь эту степь. Горят факелы, значит, сжигается там газ, да, попутный. Степь просто бескрайняя, в отличие от казахстской, где она такая плоская, холмы, то есть ты едешь постоянно вверх-вниз, желтая трава, достаточно ровная такая дорога грязевая. То есть Форчунар, Алина Тути Форчунар это путешествие делал, позволяет идти там с скоростью 80, то огромные стада коров, то лошади бегут, то козы какие-то пасутся. В общем, действительно такая прям, ну, что-то очень непохожее, очень нетрадиционное для центральной России. Это было просто вау. А потом ты начинаешь, по мере того, как ты въезжаешь в Башкирию, видеть, как начинает меняться пейзаж, как появляются холмы не все больше и больше. Это уже предгорь уральских гор. Появляется первый снег, вначале такой чуть припорошенный, потом ты уже поднимаешься наверх в горы, и там уже леса, там уже снег. И, конечно, меня совершенно поразили башкирские села, которые большие, которые богатые. Но, опять-таки, по меркам, конечно, для южа, наверное, для кубанцев это все смешно, но для Ярославской, Владимирской областей у нас, конечно, таких деревень нет больших. И что здорово... Прости, ты сказал, деревень или деревень? Деревень, деревень. И ты, знаешь, здорово заезжаешь. Или, значит, вот там речка. С одной стороны речки, деревня, церковь стоит, ну, русская деревня. С другой стороны мечеть и башкирская деревня. Или, что бывает еще чаще, огромное село. С одной стороны стоит церковь, с другой стороны мечеть. Все живут вместе. На двух языках названия. Причем, знаете, очень смешно. но часто башкирское название русское, они совершенно разные. Или как будто, знаешь, пришли русские, им говорят, как называется это место? Именно отвечают, что это по-башкирски. Они, а, что, так? И записали с ошибками. Да, как услышали. Да, видно, что похоже, но вот как будто бы со слуха писали с ошибками. Очень много старой сельскохозяйственной техники советской, и комбайны Нива, и трактора, еще вот эти вот, до которых белорусов были, да, минские трактора. Но все это работает. То есть видно, что это не брошенное, как у нас здесь бывает в центральной полосе, а все это есть хозяин, все аккуратно, урожай убран, сено сложено, штабелями, значит, по-современному закручено, стоит хороший домик, в доме, в дворе трактор. То есть как-то, знаете, приятно было на эту вот сельскохозяйственную жизнь все посмотреть. И приятно было ехать, потому что, значит, Toyota Fortuner, новый внедорожник Toyota, что это такое, с чем это едят? Ну, кто помнит, кто жил в 90-е годы, помнит Toyota Forerunner, да, вот эти были... Да, у меня он с собой был. Такие тоже бандитская была тачка своего рода, еще Курзаков тогда особо, может быть, не знали. Он был построен на базе Hilux, то есть это был внедорожник на базе пикапа. Потом в 2000-е годы Forerunner'ы стали на базе Prada, только в Америке, а это вот такой, как бы, знаете, продолжатель духа Forerunner'ов тех лет. То есть в основе это Hilux, те же моторы, пока это только 2,8 дизель, 177 сил, автомат, потом будет 2,7 бензиновый, 163 силы с механикой с февраля. С механикой с февраля. Прости, не поверишь, я набираю в Ядексе Toyota, и Fortuner выходит первым по запросу. Ну, видно сейчас... И только потом Camry. Сейчас эти машины все интересуются. Соответственно, рама, задний мост. Разница от Hilux в том, что в Hilux ресторы здесь пружины, спереди такая же пружинная подвеска двухрычажная. Свой дизайн экстерьера, свой интерьер. То есть все блоки, там, руль, мультимедиа, климат, все кнопки, все то же самое, что на Hilux, но дизайн интерьера свой. Не знаю, у кого лучше, оба весьма симпатичные. Он короче, у него меньше колесная база, но он чуть повыше. Соответственно, полный привод на трансмиссии с понижайкой, с блокировкой заднего дифференциала. Но это парт-тайм, то есть не суперселект, который, как у Mitsubishi, наворочен, а вроде бы, по идее, этот полный привод можно включать только на бездорожье, на скользких покрытиях. Но в Toyota заявляют, что они поставили дополнительные радиаторы, что они поставили дополнительные датчики температуры. Дескать, машина позволяет легко идти на высокой скорости с полным приводом, только вот по-совсему, что Home Asphalt лучше не ездить в таком режиме. Я скажу честно, что я ездил с полным приводом на скорости 120-140, долго, ничего не перегрелось, ну, по заснеженной дороге все было хорошо. Включается он мгновенно, то есть, в отличие от суперселекта, который там думает по 20-30 секунд здесь, отключается за 2 секунды, включается за, там, 3 секунды, 4. Нужно только, чтобы скорость была до 100 км в час, и колеса передние были прямо. А тогда передний привод подключится очень быстро. На нас машины тоже были обуты во внедорожную резину, правда, это был не БФ Гудрич, а Гуди Рэнглер. Прекрасные шины, то есть, с ними форчинер творит все, что угодно. Понижайку не включали ни разу. Подвеска, непробиваемая на бездорожье, дубасили 8 и 100 по степи, по грунтовкам за 100, несколько раз прыгали. То есть, первое отрывы всех четырех колес, с полетом, с приземлением. Пришем приземлились не на все четыре колеса, знаете, а так вот с дифферентом, что называется, вначале на колеса одной оси, потом на другой. Не пробоев ничего, все совершенно стабильно. К сожалению, на асфальте машина жестковата, то есть, это, конечно, и колеса свою роль играют, и в целом подвеска такая у него довольно плотная. Вся мелочь, знаете, приходит в салон. Ну, вот Паджеро Спорт едет так же примерно. Шумизоляция неплохая, то есть, шины особо не слышно, двигатель не слышно, слышен только ветер. Но, значит, главные проблемы в том, что машина построена на основе пикапа, то есть, рама, высокий пол, и сзади я сел, по ногам поместился, а головой уперся в потолок. То есть, человек метр восемь и шесть, рост, все, он упирается в потолок. Есть третий ряд, на него я вообще не влез никак, то есть, ни по ногам, ни по голове. Поэтому третий ряд нужно снимать, оставлять в гараже и с собой никогда не брать. Он идет в базовой комплектации, его можно снять, покрутив гайки. Давайте сейчас мы прервемся на минутку, а потом я продолжу. Собственно, как бы уже вывод сделал по этой машине. Реклама В дилерских центрах Kia Новый год уже начинается. С 1 по 10 декабря этого года посетите мероприятия дилера Kia, откройте для себя новый Kia Rio X-Line, узнайте о новогодних предложениях и участвуйте в розыгрыше смартфонов. До Нового года с Kia осталось 6 дней. Подробности у дилеров Kia и на сайте kia.ru 2 декабря Хельсинки Матч на открытом воздухе Впервые в истории континентальной хоккейной лиги Битва лидеров западной конференции Финского йокерита и питерского ска Там, где 100 лет назад зародился скандинавский хоккей Не пропусти день, когда сойдутся история и современность 2 декабря Смотри на KHL TV и в официальных мобильных приложениях KHL Живи хоккеем Ноль плюс На каждого Досаева найдется свой Ван Бастон Конечно, пессимистичь, это самое грустное испытание моего детства Спорт-ФМ Внимание! До 100% хоккея осталось 15 минут Седан или хэтчбэк? Джип или пикап? Бери красненькую! Автомобилизация на Спорт-ФМ Возвращаемся мы к прямой эфире Возвращаемся мы к рассказу о Toyota Fortune Поездке по Оренбургской области и Республике Башкортостан Несколько слов про то, как все это еще на асфальте едет Дизеля, в принципе, хватает динамики Ну, конечно, чтобы не гонять Обгоны совершаешь, разогнавшись предварительно в своей полосе Но, знаете, без какого-то, без критики То есть, вполне этого нормально для обычной жизни Классно управляемость у машины То есть, у нее такой руль тяжелый, приятный Она очень здоровая, нога в сторону Среагируют педальки, здорово настроенные Но, вот, главный минус то, что она жестковата на асфальте Это, конечно, не Prado Причем, у нас была возможность сесть в Prado Мы проехали даже по степи по Prado Но Prado он еще мягче, еще комфортнее То есть, конечно, покупая Prado Вы покупаете не только размеры Prestige, но и лучшую подвеску Несколько слов еще про цифры 225 миллиметров клиренс 700 миллиметров преодолеваемый брод И хорошая геометрия 29 градусов угол въезда 25 угол съезда То есть, машина классный внедорожник И, что важно, АТ-резина, вот эта вот внедорожная Ее можно получить уже у дилера Потому что два варианта есть Это по версии Вы можете взять 18 дюймов и шестойную резину Или 17 и вот АТ, ну, летнюю, естественно Это будет, а не зимняя В общем, машина такая, знаете, предназначена Она деньгам четко между Хайлаксом попадает и Prado То есть, у нас стоит сейчас две комплектации Две 600 базовые И две там 830 примерно топовые Антон, он современнее, чем Prado или нет? Хотя... Нет, он как Хайлакс в салоне Он не современнее Прадо сейчас еще обновился Ну, как понимаешь, они одинаковые, по сути Мультимедия сейчас у них будет одинаковая Там кнопки одинаковые Слушай, но внешний он не очень красивый Мне, наоборот, нравится Такой агрессивный, на пидвулю похож Нос острый Вот, получается, что там 2 600, это цель Любитель собачек Топового, даже нет, не питбуль, бультерьер Бультерьер такой, нос острый Хайлакс стоит 2 500 топовый Этот 2 600 стартует И Prado начинается с таким мотором От 2 800 Он четко между ними встает И вот у вас получается выбор Что если вам нужен более комфортный Более престижный и более просторный автомобиль Вы отказываетесь от опции Берете себе Prado В Хайлаксе, да, он более внедорожный Можно что-то в кузов положить На втором ряду он попросторнее А у него один движок только Пока да 2,7 появится бензиновый С механикой, с автоматом Сейчас только двигается В феврале И он станет еще там Подешевле чуть-чуть Вот, но Prado сейчас есть С бензинным движком Вообще, правда, можно там За 2 с небольшим взять Вот этот мотор Бензин-то много есть? 4 литров Но мы же, видишь, мы ехали Постоянно по бездорожью То есть пробуксовки Полный привод То есть по асфальту У него получается там 10-11, конечно За городом Вот, но я думаю, что Около там 14-15 Как Prado Плюс-минус Он и будет употреблять Но я думаю, что машина Будет успешна Потому что В целом Он мне понравился Больше, чем L200 За рулем он приятнее Чем L200 А минусы у них одинаковые В плане жесткости На асфальте определенной Хорошая альтернатива Хайлаксу То есть те, кто раньше Попали пикап Если им не нужен Кузов, да, сзади То вот Форчинер можно взять Наверное, знаете Лучше, чем Pajero Sport Мне понравился больше За рулем удобнее Потому что у Pajero Это выступающая Понимаешь, такая там Серебряная накладка Которая по коленке бьет Здесь ничего подобного нет То есть за рулем Без проблем ты сидишь Единственное, чем Pajero Sport Мне понравился больше Это тем, что у него Больше места для головы На втором ряду То есть у Форчинера Побольше по ногам Пajero побольше по голове Знаешь, чем меня Pajero Я на форчинере не ездил Поэтому у меня столько вопросов Чем Pajero Мне вот запомнился приятно Это коротким довольно-таки рулем При разворотах Они очень сильно там подрезали И высоченной плавностью хода Но именно на плохой дороге Потому что в Москве Мне, например, Pajero Не так понравился А вот на грунтовках На этом, на всем Он прекрасен Это такое же То есть едешь по грунтовке Дубаши, что думаешь Как же такое может быть Это же просто Париж-Дакар Ралли-рей Дошел какой путь Уезжаешь на асфальт И вот эта вся милость Вроде эти стыки обычные И чувствуешь это То есть вот этот грунток Она чуть-чуть как-то подрагивает Поэтому, в общем, если вы часто Наверное, так Если вы вот такой Если вы часто ездите Больше по городу И вам нужен именно городской Большой просторный Семейный автомобиль Все-таки Prada Пускай это будет 2,7 Пускай это будет там Тканевый салон Или какая-то простая версия Но Prada Если вы дубасите Больше по грунту То есть вот часто ездите Именно по бездорожью То Fortuner Помнишь, мы еще недавно С тобой говорили Если выбираете между Хайлендером и Значит, Прадиком То, значит, вам на Прадике На бездорожье А Хайлендеру город Теперь наоборот Получается, что Toyota, например Все сегменты сейчас Забивает, конечно И мне страшно подумать Что будет с конкурентами Я спросил Какие у вас вообще Идеи по продажам Сколько вы хотите продать Они говорят Ну, у нас одна задача Мы хотим, говорит Уделать Pajero Sport Просто вот однозначно Я думаю, что это несложно Я думаю, что они это сделают Правда Потому что Я посмотрел Вот за 8 месяцев этого года Продали полторы тысячи спортов А за прошлый год Если полный прошлый год Прадиков почти 15 тысяч То есть Ну, за этот год Примерно столько же, я думаю, будет Поэтому я думаю, что Форчунер будет по продажам Ближе к Прадо Хайлаксов они продают По 5-6 тысяч Поэтому я думаю, что Ну, даже визуально Видно, что новых Паджериков немного Дизайн еще, понимаешь Очень-очень сомнительный Форчунер тоже машина Такая азиатская Но все равно Он понятный и такой Да, но вот эти Слезы покемона сзади Да, конечно Перемудрили Аниме просто какое-то Аниме перемудрили В Митсубиши И, конечно, им будет тяжеловато Плюс, опять-таки Он современен внутри Потому что у него Мультимедиа система С сенсорными кнопками Там Красивая приборка Руль такой красивый Маленький Такой, знаете, спортивный В любом случае Сходите Машины уже есть у дилеров Продажи стартовали Вот пару недель назад Посмотрите Вот у нас один из наших Слушателей прислал Отцу купил, да Хайлакс Ну вот, может быть Хайлакс очень хороший Машины мне тоже очень нравятся Но, может быть, поторопились Нужно было подождать чуть-чуть И купить Форчунер Мне сейчас тут пишет Наш слушатель По поводу поисковика Так Тойота Камри первая Я, так сказать, потому что Ограниченный в гугле Ищи, Максим Вот смотрите Да, вот смотрите А сейчас вот специально Ввел Давайте прямо сейчас С чистого листа Сейчас веду Просто мне вот интересно Что будет Значит, Тойота Теперь я вожу по-русски Нет Значит, появляется Официальный дилер в Москве РАВ-4 А потом Фортюнер Камри только Пятая после Измайла в официальный сайт Да, очень интересно Про название Что, ну Это в Яндекс, ребят Он от слова Форчун, да То есть, как бы Удача Вот Оно И они прям Всячески Даже презентация Сначала С того, что они говорят Фортюнер Это вот сочетается Есть журнал Готфорчун Фортюнер Поэтому именно так Это сочетание Читается по-английски Но они, конечно, понимают Что он будет фортюнером И никто его Правильно На английский манер Называть, конечно, не будет В нашей стране Ты тоже сказал сейчас Про дороги Про там машины Про то, что видел Да, за окном А я тогда еще Пару слов скажу Про Марокко Конечно В основной В своей массе Ну, старье Старьем Ребята Машины такие старые Что просто невероятно Они, знаете Едут полубоком Некоторые, видно Переварены Сварены Чуть ли не вручную И, конечно Преобладают Французские машины Пежо Рено Причем Рено Рено 4 Вот этот Катрель Помните, да Вот этот такой Как вы даже назвали Минивенчик Универсальчик Такой небольшой Очень обаятельный Внешне И редко К тому У нас, по-моему, вообще Никогда их не было А там очень их много Просто в невероятных Количествах Попадается Периодический премиум Даже я видел Два Ягуара Ничего себе Да, да, да ФПС Наверное, англичане Были за рулем Заехали случайно ФПС и Ягуар XE Но это вот Единственные два Ягуара Которых я видел А так в основном Вот старые французы Тойот, конечно же Очень много Причем Тойот Много вот этих вот Старых пикапов Белого цвета Где Тойота Написана Крупными красными буквами Сзади, да Но опять-таки Я говорю, что... А, и очень много Брошенных машин Просто брошенных машин Которые вот Там валяются на дороге Или рядом с какой-нибудь Заправкой стоит Среди них Большая часть грузовики Именно такие большие Старые машины Но именно очень старые И они очень красивые Смотришь на них Прямо мимо не пройдешь И вот я в том числе Делал тоже фотки Тоже выложил у себя В сторис Турсов нет в Инстаграме Сходить посмотреть Вот как раз-таки Знаете, такой яркий Представитель вот этих вот Автохлама такого Который валяется Расскажи про кино Про кино в Марокко А, да-да, конечно Раз есть минутка Если вдруг кто не знает Ребят Как оказалось В Марокко Есть гигантская Одна из крупнейших В мире киностудия Атлас называется В 70-е годы По велению Короля Марокко Она была там открыта И вы знаете Там занималось Гигантское количество Супер блокбастеров Таких как Александр Астерикс и Обеликс Клеопатра Что-то еще Забыл Что-то еще Ну конечно же Не все Там и Индиана Джонс Был И Звездные войны Там снимались Я перечислил лишь часть Из тех, которых запомнил Но фильмов действительно Очень много Девцы Бонды Там снимались Многочисленные И территория Настолько огромная Ты выехал из студии Едешь И еще долго-долго Многие километры Видишь павильоны Видишь постройки И вы знаете Они сделаны Каким образом Из серого Просто из серого Камня возведены постройки Но это специальная система Такая киношная Где стоят датчики И потом Большая часть уже дорисовывается И соответственно Все, что связано С пустыней Все, что связано Вот с Средневековьем Например Да С каким-то Античностью Древним миром Вот все можно снимать там Потому что Погода в первую очередь Позволяет Руки Дешевые Те, которые будут собирать Все Да Возводить И В общем Очень там удобно И комфортно Это находится в пустыне Киностудия Требует очень много света И электроэнергии Именно поэтому Там огромное количество Разных башен Стоят Вот этих Которые Вырабатывают энергию Едешь Думаешь Вроде откуда Что это А потом понимаешь Откуда что взялось Вот такая вот история В общем Марокко Ребята Очень интересное место Для посещения И Маракеш И Касабланка Ну и пустыня А самое удивительное Что ведь даже те Кто отправляется В Марокко До пустыни не доезжают Ребят Сделайте это обязательно И там есть специальные экскурсии Возьмите машину на прокат Проехайте туда Увидите все это Своими глазами Невероятно Разнообразно Очень красиво Максим Трус Антон Ширеев Были с вами У нас закончилось время Вам хороших выходных А матч Спартак-Зенитов В понедельник Будем смотреть Ну и последний Гран-при сезон В Будапе Завтра Всем пока Счастливо Эту неудачу Надо разобрать Лучшая аналитика На Спорт-ФМ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин